Здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник, мы продолжаем играть в различные андроид-игрушки и возвращаемся в день R. Погнали, собственно. Чё у нас, кстати, ремесло ещё не сделано. Награды ER10, автоматные патроны 10 штук. Окей, надо будет постараться сделать ещё 10 патронов, если мы найдём в каком-нибудь городе Верстак. И, как я понял, даже ежедневные задания, они, короче, не исчезают спустя несколько дней. То есть вы можете, допустим, начать проходить его ежедневку, а затем в любое время её, как бы, пройти вам. Не нужно спешить именно в этот же день его выполнять. Блин, это мега круто, на самом деле. Я вот этого не знал. Я думал, оно исчезнет на следующий день из-за того, что я его не сделал. Так, ладно, неважно, короче. Нам надо сейчас найти, собственно, запчасти для байка, если я не ошибаюсь. Давайте мы посмотрим по компонентам. По-моему, у меня не было... Да, у меня нету шины, нету запчастей для байка. Мне бы надо их найти, потому что байк уже начинает изнашиваться без возможности его пока что починить. Броню мы почти сделали. Нам не хватает 4 куска кожи. А для того, чтобы изготовить 4 куска кожи... Так, броня. Нам нужно было... Нет, стоп. Сначала инструменты. Так, кожа, кожа. Где, блин? В какой же она категории? В этой, наверное. Да. Для того, чтобы приготовить 4 кожи, нам нужно 4 дубильных раствора. Мыло и, собственно, сама кожа сырая у нас есть. А вот для дубильных растворов нам не хватает крапивы. Подождите, а я могу ее уже приготовить, что ли? А, нет, я не могу. У меня вот... Я вспомнил, почему я не могу сделать. У меня не хватает набора химика. Мы его сейчас будем искать с вами. Надеюсь, он нам попадется. Я не помню, был ли я в Макушино. Сейчас проверим, короче. Камера, не упарывайся. Да, блин. Что, теперь нормально? Да, теперь нормально. Камера перестала упарваться. Ладно, короче. Нам нужно двигаться куда-то сюда. И общая наша точка назначения, это вот куда-то в задницу полную, в Новокузнецкий. Можно еще в Целиноград зайти, кстати. Вот это неплохая идея. То есть, зайти изначально в Целиноград, то есть, пойти вниз. А потом из Целинограда уже рвануть в Новокузнецкое. У нас просто есть задание в Целинограде. И поэтому можно попытаться зайти в него. Там мы должны альбом какой-то найти. Возвращаться, правда, придется. С этим альбомом достаточно далеко. Если так показать, то вот в Целиноград вот здесь находится, да? Вот по центру экрана, где я показываю. А то, куда его надо принести, находится где-то там в Киеве или в Брянске. Что-то в этом духе, короче. Значит, сами понимаете, вообще просто задницу. Но сейчас мы пока что отправляемся с вами в Петропавловск. Так что, хватит болтать, поехали. Здесь есть лагерь бандитов. И нам нужно еще дондыбать различных вещей. Так, во-первых, соль нам пригодится обязательно. Ну, конечно, конечно. Ради соли я не буду раскапывать. Уж нет, спасибо. 96% как у нас дела обстоят по воде. Давайте посмотрим. Ну, пока можно взять, благо вес есть лишний. Ради соли не буду раскапывать и тратить очень много времени. А вот консервные банки мне могут пригодиться на самом деле. Я не помню, сколько у меня вообще консервных банок. Давайте посмотрим. 22 и 2 кастрюли. Ну да, еще несколько штук можно собрать. Потом уже будем переставать их собирать. Так, здесь есть соль. Ага, на меня нападают волки. Но мне, в принципе, не нужно с ними драться. Мне достаточно отступить от них. То есть у меня вроде бы есть еще немного клея. Но даже если клея у меня уже не так много, как хотелось бы, у меня есть, собственно, изоленты очень много. Окей, с этим разобрались. Что дальше здесь есть? И почему так быстро время заканчивается? Я не могу понять. Так, посмотрим, что у нас здесь. Здесь есть гвозди. Их тоже лучше бы забрать, потому что они используются для крафта бомбочек. Так, здесь есть разобранный, сломанный пистолет. И вот мне хотелось бы поинтересоваться, сколько у меня компонентов для пистолета. 10 штук. У меня, в принципе, этого будет достаточно. Думаю, этого, чтобы починить любой пистолет. Так, тем более, что мне нужно чинить только ТТ-шник с помощью. И Макарыч как бы такой себе. Так, поехали дальше. Посмотрим, что здесь есть. Уже поздно. Я уже не успею залутать другие дома. Но я могу еще попробовать залутать бензыч. Как-то так. И заодно попытаться найти непосредственно этот мотоцикл. Да, вот я и нашел, в принципе, мотоцикл. Это хорошо. И можно сразу его разобрать. Так, у меня что-то жесткая радиация. Давайте я сделаю себе чайку. Мы его попьем с вами. И я разберу мотоцикл все-таки. Надеюсь, на меня никто не нападет во время разборки. Так, у нас есть 5 запчастей. Давайте мы возьмем хотя бы 3 из них. Но нам, к сожалению, не выпало... Хотя давайте все пока возьмем, пофигу. Нам не выпало колес. Вот в чем проблема. Так, солью топляка. И надо бы разобрать тачку и постараться найти с нее... Ну, снять с нее колеса, короче. Да, вот здесь есть 3 колеса. Но у нас перегруз. Но мы можем выкинуть с вами по компонентам детали лишние. Которые как бы не лишние, но вы понимаете, да? И чего еще можно избавиться? У меня дофига металла. Я не знаю, зачем я столько металла с собой ношу. Где-то 39 штук, думаю, можно выкинуть. Вполне возможно, это освободит мне где-то 1%. И еще нужно скинуть немножко. Чем мы будем скидывать оставшиеся... Блин, мне бы еще проволоки найти по-хорошему. Надо еще что-то скинуть. Я вот только не знаю, что бы скинуть. Что мне такое вот прямо не особо нужное? Масло, в принципе, я не знаю. У меня много масла с собой ношу. Давайте мы пару литров скинем. Потому что оно вроде не в таких больших количествах нужно. Даже если мы посмотрим вот в новом крафте. Да, к примеру, если захочу сделать там... Где эта штука-то? Если я захочу сделать, к примеру, машину, да? Здесь масло понадобится в 7,5к. Поэтому я не знаю, нужно ли мне столько с собой масла таскать. Но, блин, даже несмотря на то, что я скинул 2,5 литра масла, у меня не освободилось достаточное количество места. Я не знаю, зачем я с собой ношу кремний, на самом деле. Потому что я его практически нигде сейчас не использую. Ни в каких рецептах. Для чего он мне нужен, непонятно. Давайте мы его просто скинем, потому что, ну, он реально. Я его уже ношу, фиг знает сколько. А в итоге он мне не пригождается от слова совсем. Так, поехали дальше, собственно. А что у нас здесь еще есть? Ну, я думаю, я пойду посплю. Ну, главное только найти какой-нибудь незараженный участок. И желательно в лесу. Давайте сюда зайдем. И с вами добудем немного дров. Затем разожжем костер с помощью зажигалки. То есть кремний нам даже не нужен для разведения костра. Потому что у нас до хрена с вами штук-дрюк вот этих всяких. Так, давайте мы подрыхнем. Но перед сном я бы хотел немножечко хряпнуть водочки. Она нам пригодится. Все, спим, короче, до 6 примерно утра. Ну, до 5. Немножко задержался я сегодня в городе. Но ничего страшного. Так, но одна стройка стоит отметить. Здесь не занята бандитами. Так, я еще хотел проверить, что у меня там по байку. 83% еще не требует починки. А вот броню бы на самом деле починить. Но что требует у нас броня для починки вообще? Так, выживание, снаряжение. Так, броня для починки. Что ты требуешь? Она требует у нас шину. Потом проволоку, нитки и иголку. Ну да, я думаю, я найду еще проволоки для починки машины. Пока что давайте починим броню. Это может спасти нам жизнь в некоторый момент. Я понимаю, что скоро у меня новая броня. Но фиг его знает, насколько скоро. Потому что этот алхимический набор искать еще непонятно сколько времени. Так, и нам бы еще надо будет найти верстак. Возможно, он будет на стройке, кстати. И надо еще покормить нашего питомца. Потому что он у нас голоден. Так, а я могу отправить его на охоту? Да, я отправил его на охоту. Не знаю, справится он или справится в раненом состоянии. Но будем надеяться, что все с ним будет хорошо. Здесь у нас только дизельные тачки. Здесь у нас есть обычная тачка. Это хорошо. Давайте сольем топляка с нее. Я бы хотел взять еще одну шину с собой. Но опять же, мне некуда просто ее будет запихать. Так, есть еще одна лопата. Тем временем, немножко селитры. А лопату мне не унести. А что мне вообще по лопатам? Так, компоненты выживания. Да, у меня слишком много лопат. Можно некоторые из них выкинуть. Давайте одну скинем на 80%. Чтобы лишний вес не занимало. Посмотрим, что у нас здесь есть. Блин, я очень надеюсь, что здесь есть верстак. Так, это я возьму обязательно, эти патроны. Также обычным с вами скелет. Возьмем эту штуку, эту штуку. Зайдем, посмотрим, что на стройке есть. Здесь изолента. Тележка. Так, это мне все остальное не нужно. Мне нужно только... Вот чувачка обыскать. Так, нет, дерево мне явно не нужно. Так, и мне бы надо еще хряпнуть сейчас немножечко. Потому что есть я пока не хочу. Потом, когда есть захочу, использую медик, допустим. Тот же, да? Когда 50 голода будет. А пока перекантуемся с помощью водочки. Так, давайте здесь все обыщем. Здесь чай как бы есть. И есть бензопила новая. Так, давай обыскивай. Забираем новую бензопилу. И старую выкидываем. Так, выживание. Кстати, бензопила нам нужна для крафта чего-то там, я помню. Верста, кстати, делается с ножовки металла. И дофига нужных инструментов. Но у меня нет такого количества инструментов. Это... И они причем тяжелые. Их надо много с собой. Так, для чего нужна была... Эээ... Эээ... Ээээ... Бензопила. По-моему, для создания генератора. Да, вот. Видите, генератор. Нужна бензопила. Но мне он пока не особо сильно нужен, на самом деле. Поэтому, как бы, да? Давайте мы, собственно... Что-то я хотел сделать, я забыл. Что? А, да. Выкинуть бензопилу. Так, выживание. Эээ... Бензопила. Старая. На 99%. Она очень медленно ломается. Понимаете, в чем прикол? Так. Ну и здесь я уже все обыскивал, да? Верстака, к сожалению, я не нашел здесь. Но здесь есть, по-моему, АЗС или что это такое. Автома... Нет, это автомастерская. Это что-то интересненькое. Зацените-ка. Эээ... Давай ломом. Ломаем ломом. Здесь кислота, здесь изолента, здесь свинец есть. Ну и прочие полезные штуки, дрюки-шняги. Вот тот же этот байк. Эээ... На нас напала армия бандитов. Смертельный уровень угрозы. Ну как сказать смертельный? Я бы не назвал его вообще прям смертельным. Но у одного из них есть дробовик. Немножко опасный. Ой, я не ту клавишу нажал. Хотел нажать конец хода. Он нажал в противоположной стороне. Так, ну этот чувак мне ничего не сделал. Еще по... Собака меня должна укусить. Но она отбежала назад. Не знаю, правда, зачем. Ну окей, до свидания. Как бы мне немножко по броне жахнули. И как бы ничего страшного в остальном. Так. Как поживает наш байк? Давайте, я не знаю, можно починить его, наверное. Давайте. А, проволоки нету. Вот в чем проблема. Ну окей. А сколько у меня компонентов байка? Три штуки. И также есть еще два колеса с собой, да? Ну мне тогда в принципе ничего и не надо поболее. Более. Так, сливаем топляк. Это что такое за машина такая? Сломанный газ 66. Блин, я бы на таком хотел погонять. А можно... А можно его скрафтить? Так, я хочу поесть меда, во-первых. Чтобы радиацию снять. Запьет и все водярой. И я хотел посмотреть, могу ли я газ сделать вообще. Реально ли это? Так, это уаз, это уаз, это газ. Да, вот он. Его, по-моему, можно сделать. Охренеть. 8,4 тонны при вместимый вес. То есть, допустим, тот же бав. Это, как я понимаю, что-то вроде... Ну, Зили еще больше места. А в этом, в КамАЗе еще больше. В Кразе 37 тонн. Здесь 27. Ну, естественно... А, в вертолете у него маленькое... Маленькое количество места, которое вы можете таскать с собой. Ну, если прямо сделать себе хорошую вместимую тачку, это можно прямо вообще все собирать, что есть. Чтобы у тебя вообще было в любой ситуации все, что угодно. Так, ладно. Че, это я заболтался. Давайте мы дальше продолжим лутаться. Посмотрим, что в этих двух домах. О, а вот то, что мне и нужно, в принципе. Я здесь даже ломик потрачу. Я не помню, у меня один или два ломика, или три. Надеюсь, что у меня несколько ломиков. Плюс здесь есть еще кастрюля и сгущеночка. То есть, прям вообще такое жирненькое место получилось. Уже ночь у нас практически. Давайте долутаем этот домик. И, наверное, еще потом вернемся для залутывания оставшихся домов сюда. И надо бы еще проверить, что у меня по... Так, костер еще не потух, поэтому давайте мы добудем дров, во-первых. Добыча дров. И добавим их сразу в костер. Затем я бы хотел посмотреть, есть ли мне что почитать. Нет, книжки у меня, к сожалению, нет. Так, что я еще могу сделать вообще? Давайте прокипятим водичку, наверное. Займемся, так сказать, домашними делами в некотором плане. Дальше я бы хотел сварить сгущеночку. Угу, готово. И, наверное... Ну, еда мне пока не нужна. У меня есть, как бы, консервы вот эти. Я уже, по сути, могу сделать вот эту вот тачку. Но, я думаю, зачем делать смысл тачку, да? То есть, которая... Не намного будет лучше мотоцикла. Ну, веса только в два раза больше. Даже больше, чем в два раза. Но... Ну, и скорость, естественно, выше там. Но и расход бензина идет по... Повышенный. Хоть и не прям так на очень много, но на один литр это, в принципе, ощутимо. Учитывая, что мы очень много бензина тратим с вами. Так, ладно. На чем это я остановился? Я хотел попробовать еще починить рюкзачок себе. И посмотреть, могу ли я починить байк. Ну, пока не буду. У меня еще один процент есть дополнительный. Чинить пока рановато, мне кажется. Давайте мы попьем водички. Две банки сразу. Остальное меня, в принципе, не особо интересует. Один месяц еще хранится мясо, но это не важно. Ремесло. Все, давайте спать, короче. И спать будем до... Кстати, примерно тогда, когда... Столько, сколько и нужно, он поспал у меня. Так, новый день, и мы отправляемся с вами долутывать этот городишко. Я не помню, я был здесь или нет. Должен был, да. Я просто не долутал до конца, именно поэтому мне показывается, что как будто... ...еще здесь что-то есть. Так, давайте мы сольем топливо с байка. И хотелось бы еще что-нибудь намутить в этих домах. Так, ну здесь есть трупик и есть консервные банки. Я возьму, наверное, и то, и то. Для бомбочек и для... ...кипячения воды, если оно потребуется в большом количестве, ибо кастрюли могут очень быстро сломаться. Так, есть что-то. Что за галочка появилась? А, результаты. А, тушка змеи, одна штука, и полученный опыт, плюс пять. Серьезно? Вот так вот просто? Немного голоден. Давайте мы тебя покормим. А, питомец ранен. То есть он на грани смерти, он, видимо, отхватил от этой змеи. Но, кстати, интересно. Я получил тушку змеи, да, получается? Она у меня должна была... ...в этот... ...в инвентарь упасть. Выживание, компоненты. А куда же она складировалась-то? В здоровье, наверное? Нет. В выживании, наверное. Блин, а где эта тушка? А, вот да, выживание. Тушка змеи. Блин, а что еще там он принес? Я уже не помню. Так, разделаем ее. Мы получили с вами, собственно, мясо, яд, скорее всего. Серьезно? В ней ничего не было? Ни кожи, ни яда, ни мяса? Так, подождите, надо проверить. Нет, кожа была, окей. Мясо. Блин, а сырое мясо, оно где находится? В здоровье, в принципе, должно быть, да, ведь? То есть, получается, с него... Нет, выпало мясо, окей. То есть, мы можем сейчас его тоже, кстати, завялить, типа. А яд выпал с нее? Яд должен быть, наверное, в компонентах. Есть немного яда. Так, я возьму банки, и я бы хотел мясо завялить. Правда, я не знаю, смогу ли... Да, для него только нож нужен. Три секунды, дело трех секунд, изи-бризи. Так, собственно, здесь я все залутал. Я не помню, был ли я во второй секции? Да, был. Также посмотрим, что у нас есть здесь. О, Кала. Кала, это хорошо. Ради Кала и кофе. Что дает Кала? Там бодрость, вроде бы, только, да? Если я не ошибаюсь. 40 воды, 25... Ну, это того не стоит, серьезно. Это того, я думаю, не стоит вообще никаким образом. Я лучше, вон, хряпну водочки, лучше пойду и не знаю в следующий домик. Ну, здесь можно гречку взять, хотя еды мне, в принципе, хватает. Не знаю, нужна ли она мне в таком количестве. Ну, ладно, в принципе, с этим городом мы более-менее разобрались. Давайте выдвигаться дальше. Так, следующая точка назначения у нас Петухова. В Петропавловск еще двинем потом. Что-то там интересное должно быть. Там, по-моему, еще одно поселение выживших есть. Так, что у нас есть в Петропавловске? Если тут вообще рядом... А, это Петухова. Если здесь рядом вообще... Давайте мы на лагерь бандитов нападем. Именно это в логово мародеров. Да, давайте расхреначим их, я не знаю. Три бандита. Смертельный урон. Типа смертельный. На самом деле мы легко их убьем с вами. Здесь просто достаточно действовать по отработанной схеме. Ох, блин, 38 градусов. Под просто салба ручьем идет. Чуть ли не щипает мне все глаза. Так, короче. Для начала мы занимаем вот эту позицию с вами. Откуда тут капкан? Ну, фиг его знает. И стреляем пару раз одного из бандитов из Калаша. Патроны, благо, мы сделали. Они у нас имеются. Дальше два чувака подходят на пару клеток. Но этого нам недостаточно. Поэтому мы держим оборону и просто прожимаем конец хода. Заодно копим очки действия. Они нам пригодятся для того, чтобы их добить. Они выходят, как обычно, остают в свое особое построение. И мы кидаем первым делом гранату в них. Один из них сразу отклеивается, а второй глушается на один ход. Но это ему не помогает, потому что мы его дальше из Калаша просто ваншотаем. Изи-бризи. Вот так вот разбираются с лагерями наемников. И у нас есть, собственно, все, чему душа лежит. И у нас есть новый уровень. Количество добываемой рыбы. Фигня. Прочность моторного транспорта. Плюс 20. Блин, я хочу вот эту хрень. Это прям то, что мне нужно вот сейчас. Реально. Прочность это прям топово. Я сдолбался чинить постоянно эти байки. То есть байк это мотор, да? То есть моторного транспорта это все, что начинается от тележки с мотором и выше, да? Как я понимаю. То есть все машины. Боже, пожалуйста. Пусть это будет не только, допустим, на моторную тележку, как это сказать, распространяться. Но, допустим, является ли моторным транспортом байк, на котором я сейчас езжу, и, допустим, какой-нибудь машина или грузовик. Или там идет уже, типа, двигатель, а не мотор. Хотя там и мотор, и двигатель. Это одно и то же, по сути. Ладно. Я не очень разбираюсь в механике. Погнали, посмотрим. Посмотрим, что здесь есть. В принципе, мы здесь все сделали. И можно обосновать себе лагерь. Реальный такой. Нифига себе тут проволоки. Мне прям повезло с этим. Обыскать. Вау. Рюкзак. А это рюкзак не такой же, как у меня? Нет, это хуже рюкзак. А переносимый вес 20 килограмм. У меня 50. Да, это хуже, чем у меня рюкзак. Прикольно, из них рюкзаки падают. Я даже не знал. Так, проволоку 100% берем. Дальше я бы хотел принести сюда немножко дерева из других домов, что логично. Так, давайте возьмем основные вещи. Так, ломик я бы тоже хотел взять, но его не унесу. Вот в чем проблема. Давайте я пока выложу здесь что-нибудь. Допустим, воду грязную. Допустим, кашу и тушенку. На время. Ну и давайте сгущенку еще. Выложим. И я сбегаю быстренько за деревом. Сразу здесь расколем с вами несколько бревен. Сразу обыщем труп. Заберем бревна. Еще бы, конечно, бревен надыбать. Давайте еще. Немножко бревен. Раскалываем всю эту тему. Забираем себе. Мне кто-то говорил, что типа нельзя ночевать в лагерях бандитов, иначе могут типа обокрасть во сне. Но я не знаю. Пока не сталкивался с этим. Поэтому не факт, что это так работает. Так, давайте мы сделаем здесь следующее. У нас здесь с вами находятся бандиты, медведи, волки, рыси. Но что будет, если мы с вами сделаем вот такую вот тему? В смысле нельзя здесь строить? Ты что, охренел? Я думал, можно. Ну ладно. В итоге зря, короче, это... Ну хотя бы костер можно разжечь. Да, смотрите, бандиты остаются. То есть, возможно, это была и правда. Тот человек, который сказал, что типа могут обокрасть. Потому что даже если ты разводишь костер, на тебя могут здесь напасть бандиты. Несмотря даже на то, что по сути здесь безопасно должно быть. Ладно, окей. Будем иметь в виду. Если что, мы здесь топляк оставили. Потом еще зайдем. Но давайте проверим. Вдруг они реально меня обкрадут. Мне просто интересно аж даже стало. Но это потом будет. Для начала надо еще хотя бы одну комнату обыскать. Блин, уже поздно. Не успел я. Ладно. Не буду уже особо запариваться. Так, да, на этот счет. Ух ты, автомобильные запчасти. Погнали, короче, дрыхнуть в нашем лагере. Здоровье. Я бы хотел заварить себе чаю, наверное. Затем водочки хряпнуть для уменьшения энергии. И еще хотелось бы, наверное... Ну, есть я пока не буду, потому что я хочу вот эту штуку потом сожрать, чтобы еще и радиацию убрать себе. Так. Снаряжение. Что у меня здесь есть? Ничего интересного. Я хотел байк починить. Да, у меня есть еще время, потому что персонаж у меня еще... Да, смотрите, здесь реально могут нападать бандиты на тебя. Три бандита с дробовиками какими-то. Сейчас проверим, смогут... Заслонит ли он выход с собой? Нет, не заслонит. Окей. Тогда они меня не особо беспокоят. Перезаряжаюсь. До свидания, парни. Я прямо из-под носа у них убегу. Изи-бризи, собственно. Все, не мешайте. Дайте спокойно поспать в вашем лагере. Вот, давайте до четырех с половиной утра поспим. Ну, видите, мне повезло. Никто меня не ограбил. Все хорошо. И сюда мы вернемся еще потом за этим. За этого. Так, у меня есть бомбочки? Да. За топляком. Когда будем уже выезжать из этого города. А пока продолжаем залутывать его. Здесь есть прокладочки, есть... Ну, да, конечно. Долбаный кабан решил на меня нарыпаться. Какие прикольные карты сделали. По-моему, раньше таких открытых карт не было. Либо я, может, забыл просто. До свидания, кабан. Ты меня не особо интересуешь, поэтому до свидания. Посмотрим, что еще здесь есть. Ну, масло есть. Ну, масло есть. Можно взять. Ломик, прокладки. Бензыч есть в некотором количестве. Шины. Так, снаряжение. Компоненты. Две шины, три детали. Одну можно выкинуть. Типа, наверное. Не уверен. Ну, ладно, выкину. Чтобы место освободить. И возьму лучше топляка немножко. А, мне все равно не хватает. Надо что-то... Что-то надо выкидывать, короче. Здесь уголь нужен. Окей, будем иметь в виду. Так, можно мне разобраться с... С тем, что выкинуть. До машины не хватает еще четыре детальки, по-моему. Да, до последней. У меня сейчас 56 уровень. Следующая машина откроется на 58. Вот такая вот фигня. Можно поднакопить на нее. Что, в принципе, логично. 2,5 тонны. Давайте сравним вот эту. Здесь у нас 1,1 тонны. Здесь 2,5 тонны. Скорость меньше у этой машины. Но скорость по пиздорожью выше. Бензин. И здесь тоже бензин. Это хорошо. И, собственно, расход топлива 10 литров. Расход топлива 12. Нет, топливо, конечно, жрут эти тачки вообще. Дай боже. Здесь вообще 15 литров. А есть что-нибудь, что меньше жрет? Здесь 20 литров. 20 литров. Эта шляпа у нас жрет 8 литров всего. 8, 10. И самый дерьмовый автомобиль у нас жрет всего 7 литров. Байк 6. Ну, тут как бы нету такой тачки, которая мало жрет топлива. Чем тачка круче, тем она больше жрет топлива. Да, я забыл совсем выкинуть. Сейчас разберемся. Так, вот можно починить байк. Да? И освободиться за одно место. Так, снаряжение. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Компоненты. Одна деталька и одна шина. Можно взять одну детальку, одну шину, и нам придется все равно что-то выкидывать, потому что... Слишком что-то до хрена всего. Ломов у нас 5 штук, кстати, тем временем. Но это редкий ресурс, мне неохота от него избавляться. Давайте мы бахнем водички. Я не знаю, пару бутылок, но это не помогло особо. Так, задание. Чем стреляет вот эта шляпа? Патронами ТТ. Наносит 40-60. Сам ТТшник. Очки действия 1, очки действия 2. То есть урон... Ну, блин, и то, и то хорошая на самом деле штука. Вот, я не знаю, нужна ли мне винтовка Мосина. То есть урон 60-90, очки действия 3. Винтовка же получается... СВД-ха. Давайте сравним вообще. Может быть, одну мы просто сейчас разберем, потому что нам винтовка Мосина вроде не нужна. Так, урон 60-90. Урон 90-120. По урону эта винтовка лучше. Дальность 5. Дальность... 8. По дальности она лучше. По количеству очков действия они одинаковые. Двойной урон по броне. У обоих типов винтовок. И обе винтовки используют патроны. То есть мы можем, по сути, расхреначить... Что это такое? Серьезно? Можно сделать из нее обрез. Очки действия 2. Двойной урон по броне. Урон 50-70. Это... Это что-то интересное. Слушайте. Обрез винтовки Мосина. Я даже не знал, что так можно делать. Может, еще какое-то оружие можно как-то улучшать. Могу я обрезать дробовик? Нет, не могу, к сожалению. Но давайте мы по приколу это сделаем. Распилим, короче, ее нахрен. У нас вес освободился заодно. Ствол отвалился. Она меньше весить стала. Теперь она стреляет, короче, тоже винтовочными патронами. Дальность всего 2. То есть вообще коротенькая. Но при этом как бы... Ну окей, ладно, пусть будет. Я не знаю. Хорошее оружие будет для ближних дистанций. Так, посмотрим, что у нас в библиотеке есть. Да, давай ломом ломаем. Ломов у нас как говна забаней. Я буду даже в некотором роде рад, если парочка из них сломается. Не будет хотя бы столько веса занимать. Так, я хочу жрать. Давайте я захаваю вот эту штуку. Потому что вес все равно опять перегруз, из-за того, что я что-то там взял. А что я взял вообще, кстати? Я, по-моему, какую-то шляпу взял. Я не то взял, что я хотел взять. Так, ножи, топоры. Можно, кстати, нож один выкинуть, к примеру. У меня 3 штуки будет достаточно, я думаю. Что я взял? Я что-то взял, что-то ненужное, по-моему. 11 прокладок. Металл, свинец, селитра. В выживании что-нибудь есть? Одна кастрюля, кстати, у меня сломалась. Инструменты я, видимо, взял. У меня их было, по-моему, 3 или 4 штуки. А сейчас показывает, что их 5. Ладно, неважное, короче. Давайте мы обыщем еще вторую секцию. Блин, ну где этот дурацкий набор алхимика? Мне он очень нужен, я хочу новую броню себе. Хотя бы в этой серии хочу ее сделать. Я надеюсь, и найду этот набор. Так, забираем здесь все. Так, у меня опять перегруз. Да что ж ты будешь делать? А что у меня по бомбочкам, кстати? Снаряжение, компоненты, выживание. Где они находятся? В снаряжении, наверное. А, бомбочек у меня уже не осталось. Ну давайте сделаем парочку хотя бы, я не знаю. Потратим час времени в городе, чтобы сделать себе 5 бомб. Хотя бы. Они нам уж явно пригодятся. Заодно у нас и вес спал, так сказать. Так, я здесь был, да? И здесь я тоже был, просто я типа это... Не обыскал эти дома до конца, поэтому показывается, как будто я здесь не был. Я хочу еще... Где у меня лагерь вообще находился в этом городе? А, вспомнил, в этом... У бандитов на базе, да. Так, давай сюда посмотрим, что здесь у нас. Я возьму, наверное, вот эту штучку, если вы не против. Что у нас в заброшенном доме? Опять же, есть нитки. Но ради ниток, естественно, я раскапывать ничего там не собираюсь. Так, есть тачки. Но это не те тачки, которые мне нужны. Это у нас магазин хостоваров. Здесь есть проволока, это хорошо для починки байка. Для починки брони и все в таком духе. Есть еще машина и есть еще один домик. Да, один дом, который первым делом лучше бы обыскать. Так. Готово. Давайте обыщем еще трупецкий. Залутаем, собственно, изолентыч. И еще это надо обыскать. Теперь ночь идет. У нас в два раза дольше обыскиваются. Но мы можем теперь ночью обыскивать, благодаря нашему перку новому, крутому. Мы можем спокойно обыскивать ночью без источников света. Так. Я хотел вроде что-то еще обыскать. А, да, тачки. Давайте еще тачки. Надо, кстати, немножко вывести радиейшн. Из себя. Ну и давайте еще чайком оставшееся выветрим, так сказать. Так. Здесь есть тачка с бензочем, что логично. На меня напали? Нифига себе! Четыре одинаковых бандита. А чем они стреляют? У них калаши. Это опасно. Так. Конец хода. Блин. Прощай, щенок. На самом деле. Вряд ли он успеет спастись. Да. Он стреляет по... Он промазал. Слава тебе, Господи. У них нет ответного огня? Нет, нету. Отлично. Тогда мы просто сбежим от них. Изи-бризи. Нифига себе, никакие конченые. Все с калашами, главное еще. Я просто хотел тачку залутать. Чуваки, чего вы такие неспокойные? Так, бензоч у нас пока лезет. И мы отправляемся с вами в наш импровизированный лагерь. Для того, чтобы провести там ночь. В лагерь бандитов, так сказать. Давайте мы разведем здесь костер с вами. Так, разжечь костер на 15 минут, пожалуйста. А я не могу все-таки собрать, да? Не могу все-таки, зараза. А палатку, наверное, мог бы расставить. Ну, мне так кажется. Хотя не факт. Так, можно починить туристический рюкзак сейчас. Так, компоненты. Я, наверное, спать даже не буду сегодня в этом лагере. Я, наверное, просто, я не знаю, там водяры выпью. И кофейку себе заварю потом. Хотя, что потом? Прямо сейчас можно бахнуть. Хотя, лучше, наверное, потом. После того, как бы прочитал книгу. Так, выживание. Я хочу почитать книгу. Надеюсь, бандиты не прервут мое чтение. Ибо не хочу два с половиной часа просто так тратить. Так, с этим у нас тоже все разобрались. И уже, в принципе, утро можно выдвигаться потихоньку. По делам нашим. Да, в принципе, меня все устраивает здесь. Так, следующая точка назначения. У нас непосредственно крупный уже городок. Это Петропавловск. Ну, как крупный? С бензой, чем небольшие траблы, конечно. Но я не могу сейчас себе больше бензина налить, потому что у меня места нету. Я мог там, конечно, взять бензин в предыдущем городе у бандитов хотя бы немножко, но решил уже не запариваться. Я думаю, в Петропавловске все равно я найду еще бензина. Это достаточно крупный город. Все дела. И еще, кстати, напрягает то, что даже несмотря на... О, какой-то лагерь. Интересненькая. Это не похоже на лагерь бандитов. Я не вижу нигде никаких черепов. Просто ворота обычные, как бы, и свет из домов. Погнали, зайдем туда, что ли? Не знаю. Первым делом. Так, поговорим. Жители Петропавловского пережили первые, самые трудные годы, благодаря отважным добытчикам, которые вытаскивали из разрушенного города мешки с мукой, консервы, крупы и даже технику. Здесь сейчас разводят кур, выращивают овощи и как могут защищаться от бандитов. В Петропавловском лагере недавно произошло множество неприятных событий. Нападение бандитов на склад, болезнь домашней птицы, проблема с питьевой водой. Михаил, главное, обещал, что больше такого не повторится. Еще на базе проживает молодой, одаренный инженер Редькин. Ой, Родикин. А, учитель, инженер и глава поселения, господи, здесь настоящая... Просто... Ну да. Инженер Редькин. Привет, чем я могу помочь? Извини, ничем, видимо. К учителю. Здравствуйте, вам не нужна помощь. До встречи. Нет, ей тоже не надо. Глава поселения. Здорово, друг. Устал, наверное, с дороги. Да ты проходи, не стесняйся. К нам редко гости заходят. Тут такая штука, в общем, помощь нужна. К нам тут, да, вича, бандиты нагрянули, сволочи. А защищаться-то нам практически нечем. Хоть с вилами на них идти, ёптель-моптель. Разграбили самый большой склад, так еще и наших парней порезали. А ведь детки у нас уже и маленькие в лагере есть. Девки молодые. Помоги, а? Принеси нам хоть чего-нибудь. Хотя бы десяток калашей. Ты охренел? ХОЧАБЫ ДЕСЯТОК КАЛАШЕЙ! Ты охренел? Вот, спасибо тебе большое. С меня причитается. ДЕСЯТОК КАЛАШЕЙ! Мать твою! Где я их тебе найду, этот десяток? За пару дней управлюсь я еще. Я совсем долбанутый или что вообще? ДЕСЯТОК, КАРЛ КАЛАШЕЙ! Да ты дуба дал, а? ОХРЕНЕТЬ МОЖНО! Но с остальными мне нет смысла пока общаться. Я случайно нажал еще один раз. Так, давайте посмотрим, что у нас есть торговца. Порох на бумагу, гвоздь на чай. О, гвоздь на чай, это неплохо. Порох на бумагу, тоже неплохо. Сушеная рыба на трепье 20. Патрон ТТ на кукурузу. Ну, это фигня. Будем чай покупать. Давайте парочку купим. А, хотя у меня 180 гвоздей. На, держи, короче, сотку. Давай мне 5 чая, все. И на этом как бы 40 гвоздей я себе еще оставлю. Буду их собирать теперь усиленно, так сказать. Зато у меня есть теперь запас чая от радиации. Так, собственно, погнали лутать город, да? С чего начнем? Где у нас может быть вот этот медицинский, алхимический, точнее, набор? Может быть он будет в школе-университете, типа. Никто не факт, как бы. Может в гаражах, может на стройке. Ну, копов вряд ли. Ох, задница-то какая. Ладно, давайте начнем все потихоньку. Не будем куда-либо особо спешить в определенные места. Будем залутывать с вами помаленьку все. Постепенно, по порядку, так сказать. Еще один лом здесь есть. Можно его взять. Господи, столько ломов мне уже не надо. Их скоро реально буду выкидывать. Если у меня будет перевес, я буду ломы выкидывать. Мне уже задолбало. Они падают, но они не заканчиваются. Очень много строек, очень много ломов, естественно, на них. Так, готово. Вот и гвозди подъехали в небольшом количестве. Также обычным трупецкий. На меня напал медведь. До свидания, медведь. Ты, конечно, очень, там, типа, добрый мишка, но я не хочу с тобой иметь никаких дел, ты уж извини. Хотя я могу его убить, в принципе, потому что он мало ходит, медленно. Но, возможно, у него есть какой-то режим ярости, если по нему начинаешь стрелять, он, типа, на тебя потом кидается и ходит быстрее. Фиг его знает, я еще не пробовал сражаться с медведем. Погнали зайдем еще в магазин хостоваров. Вот еще гвозди. Мы сейчас наберем потихоньку гвоздей. Все с этим делом у нас будет нормально. Так, по топорам. Снаряжение. Один топор я выкину. Какой-то более-менее фиговый. Так, это на 26 использование, это на 12. Вот на 12, который выкинем. Так, у меня уже начинает подниматься радиация и... Надо бы чайку себе бахнуть. И все, водочка еще зашлифуем. Нормально будет. Потом еще чайку бахнем, поэтому устало снимется. Ничего с этим страшного. Так, я хочу сюда зайти, наверное, все-таки в первую очередь. Еще одна бензопила, но я не вижу смысла сейчас еще одну бензопилу поднимать, потому что... Ну, мне не так сильно она нужна. Вот шину можно забрать пока что. Пока место есть просто. А, бензопила, она на что разбирается? А, она не разбирается. Кстати, бензопила достаточно просто чинится. То есть, сто этого инструменты для починки и проволока, и изолента. Как бы, она чинится на 20%, но она никогда не заканчивается. Поэтому нет смысла, по сути, менять даже одну бензопилу на другую постоянно. Ну как, смысл есть, но он не такой большой. Потому что мелочь требуется для ее починки. Хотя для некоторых изолента на вес золота, но для меня она уже, знаете, излишек практически. До поры до времени. Когда я машину себе скрафчу, потом я чувствую, мне понадобится изолента в огромном количестве. Так, обычным дома. Так, сейчас уже скоро будет этот, как он называется-то, ночь. Поэтому надо бы уже потихоньку собираться, делать себе лагерь неподалеку. Так, здесь еще есть тачечка. Ее мы тоже обыскиваем. Сливаем топлячок. Пока лезет на удивление. И здесь у нас, к сожалению, не нужное нам топливо. Так, я, наверное, вот здесь вот себе базу устрою. Если вы не против. Так, давайте мы для начала выживание. Так, нет, не выживание. Для начала нужно дерево добыть. Поэтому немножко дерева сюда. Затем разжигаем костер. Блин, прикольно, что если ты разжигаешь костер в лесу, то, по сути, враги тебе не опасны. То есть никто не нападет, и ты как бы в этом уверен. Так, с этим мы разобрались. Давайте мы еще... Так, байк у меня еще чинить пока не надо. Я еще хотел посмотреть, есть ли у меня еще книги. Пока нету. Так, что еще я могу сделать? В принципе, чинить мне пока ничего не надо. По гвоздям у меня как вообще дела обстоят. 90 гвоздей. Было 60, стало 90. То есть я их достаточно быстро фармлю. При всем этом. Строить я просто, знаете, еще ничего не собираюсь. Типа, поэтому я гвозди не особо экономлю. И не собираю. Они много весят просто. Не особо охота их собирать. Так, давайте посмотрим, что у нас в школе непосредственно. Так, здесь я обыскивал. Ну, ради риса мне не охота обыскивать. У меня и так еды до жопы. Здесь ничего интересного. А мне нужен алхимический набор. Так, это что за хрень? Подождите-ка. А могу ли я на этом алхимическом наборе, на этом алхимическом столе создать все-таки то, что мне нужно? Или хотя бы разобрать его на алхимические наборы? Да, я могу его разобрать и взять с собой. А могу ли я скрафтить сейчас вот прямо на нем то, что мне надо? Типа вот этого раствора. Где он у нас? Где, где, где? Вот дубильный раствор. Да, я могу на нем скрафтить. Нужно только крапиву найти. Вот и все, вот и будет у нас сейчас с вами броня. Офигенно. Нам нужно только крапиву найти. Давайте в лагере с вами найдем ее. Тут хотя бы это... На нас никто не нападет. Так, вот и, собственно, крапивка у нас есть. Причем нормально так. Мне более чем достаточно. Такое количество крапивы. Давайте мы еще по здоровью, короче, захаваем этот... Водочки. Ну и погнали. Есть химлаборатория. Алхимический стол, как говорится. А это значит, что мы сможем сейчас с вами обработать... Сделать дубильный раствор. Да? Нам нужно сколько? Давайте сделаем на будущее, на всякий случай, штук девять. На всю крапиву, что у нас есть. Так, готово. Я хочу поесть. Естественно, мы захаваем с вами вот эту штуку. Мы сто голода восполним. И радиацию еще выведем. Так, теперь надо это нахрен расхреначить, во-первых. С собой забрать. Давайте я расхреначу этот стол. Возьму алхимический набор и гвозди с собой. То, что надо. Так, и мне нужно еще сейчас разобраться с одной темой. Вернемся с вами в лагерь наш. Так, десять часов еще будет гореть огонь. Давайте мы на всякий случай добудем еще дров. Подкинем немножечко в костер. Потому что у нас сейчас предстоит достаточно долгое дело по дублению кожи. Нам понадобится вода. И нам нужно всего четыре штуки, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас я проверю. Либо шесть, либо четыре. Одно из двух. Четыре, да. Делаем, короче, четыре кожи сейчас с вами. Так, кожа. Четыре штуки, пожалуйста. Двенадцать воды нам придется. Потребуется на это еще четыре часа времени. Но у нас сейчас будет скоро новая броня. Нужно будет только еще металла и дерева добыть. Ну, дерево-то легко. Вот металла. Но металл, я думаю, где-то есть там в городе валяется. Настройки там или где-нибудь еще. Найдем так или иначе. Так, сколько нам надо вообще металла? Объясни мне. По броне вот этой новой. Нам нужно пятьдесят. Всего пятьдесят, серьезно? Так это мелочь. И нитки у меня есть. Зашибись. Так, собственно, погнали тогда за металлоломом. Я не помню, где он точно валяется. Но, по-моему, есть настройки. Должен быть, по крайней мере. Еще тележку разберем, если не найдем. О, кстати, я не взял здесь важную вещь для меня. А именно инструменты. Где металл, я не понял, чувак? Что-то на этой стройке металла нету. Я так посмотрю. Ну, как бы, я ладно, я разберу тогда вот эту штуку. Из нее можно металл получить. 46 металла забираем. Мне, в принципе, этого будет более чем достаточно. Отправляемся в наш лагерь. И пришло время, короче, крафтить броню новую. Надо только еще это... Не так немного распороть. Давай-ка. Ну, давай сразу штучек шести, не знаю, там примерно. Ну, и что, пацаны, новая броня? Поздравляю вас, у нас новая броня. Аааа, зараза! Тут нужны еще же эти моторы! Я что-то не обратил на это внимания, капец! А мне их еще и скрафтить надо! Для них нужен аккумулятор и провода, господи! Так это не так просто. А зачем для ней вообще эта фигня? Зачем для ней генератор заправленный? Или сварочный аппарат? Ну, типа, окей. Твою мать! Я почти сделал то, что я хотел, и меня игра в итоге жестоко обманула вот так. Долбанный сварочный аппарат. И для крафта машин тоже нужен сварочный аппарат. То есть, смотрите, я не смогу скрафтить вот эту тачку и вот эту тачку. То есть, по сути, вот этого только не требует сварочного аппарата. Ну и, соответственно, вот эта тачка. Так что, в принципе, копим на эту, наверное, тачку тогда. И собираем провода для сварки. Потому что нам нужно будет сделать еще сварочный аппарат самим. Проблема, кстати, в том, где он у нас в крафте находится. Вот он. Нужно пять диодов. Есть дофига проволоки. Сломанный сварочный аппарат. Но, в принципе, сделать его несложно. По сути. Нужно только много... Провода нужны. Надо зарубить себе на носу, что надо делать провода. Ну, блин, конечно, обломался. Сейчас вообще жестко. С этой темой. Типа думал, сейчас будет броня. Ага, как же. У нас сварочный аппарат требует. Ах. Давайте починим с горя мотоцикл. Блин, ну вот почему требуется сварочный аппарат для того, чтобы сделать броню? Это просто капец какой-то. Я сидел, блин, крафтил кожу, блин. И в итоге понадобится вот эта вот фигня. Так. И для, как бы, для всего этого нужны вот именно эти провода. Дурацкие. То есть, как минимум, мне потребуется двадцатка их. Чтобы скрафтить генераторы сварочный аппарат. Сами понимаете. Ладно, окей. Давайте уже дрыхнусь, я не знаю. Да. Надо спать. А я все время эти провода еще, знаете, не таскаю с собой. Бо они весят очень много. А надо было собирать их. Окей. Ладно. Так или иначе, будем таскать это все материалы с собой. Пока у нас не появится способ скрафтить эту броню все-таки. Будем искать сломанный, наверное, генератор где-то. Так. Будем искать воду. Вода мне нужна сейчас. Поэтому я возьму все. Двадцать штук. Нормально. Здесь у нас ничего интересного. Здесь у нас кофеек. Ну, не знаю, нужен он мне или нет. Потратить час времени на него. Ну, давайте потратим. Так. Бумага, кофеек сюда. Ну, еда мне не так нужна, но сахар можно взять, к примеру. Во, вот это уже более что-то полезное. Давай ломом хренач. Ломы мне не жалко. Ломы мне не жалко. У меня их пять штук валяется в инвентаре. Они еще и не ломаются, зараза. Так, здоровье Давай-ка сюда мне чайку Сначала водочки А потом чайком все запить Ах, как хорошо получилось, а Хорошо, замечательно Так Военная база Надо ее залутать Я, наверное, потрачу сегодняшний день именно на лут военной базы Ну, конечно, конечно Три кабана радиоактивных охренеть можно Так, они не смогут же здесь пройти Или смогут? Они смогут Разгон Удар Ни хрена себе больно-то как, а Так, до свидания Хорошо, что я все-таки подлатал тогда, получается, броню Потому что я все равно не смог бы Сделать улучшенную броню Так, у нас есть аккумулятор Стоит ли мне его брать? Его, в принципе, можно получить с любой тачки Вот в чем проблема Точнее, не проблема Его получения Мне нужен генератор И, собственно, провода Но их здесь нету А его можно разобрать, кстати? Да, из него можно выплавить свинец Так, ну это мы возьмем Это мы возьмем Это мы разберем Гильзы забираем Патроны тоже И нужно теперь двигаться в следующее отделение Это у нас медотсек Так, обыскиваем трупик И забираем, собственно, вещи Ух ты, патроны были у трупа Нифига себе, клево Причем для винтовки Именно те, которые мне нужны Блин, ну надо же было так лохануться мне С броней Я просто не посмотрел Чем она крафтится Ах Тупость Тупость, реально Я нашел вам калаш, чуваки Только он сломанный Вот в чем проблема Я не знаю Нужен ли ему сломанный калаш Давайте посмотрим Защита Нет Нет, подождите Ему подходят сломанные калаши Ему подходят реально сломанные калаши Тогда это заметно упрощает задачу Я не буду тогда его разбирать А буду их приносить к нему в лагерь Так, хреначим опять же ломом Ломов дофига Надо сейчас еще бахнуть немножечко Для здоровья Так, обыскать Забрать, забрать Просто мне надо будет Несколько военных частей Тогда обыскать И найду там калашей Запчасти для автомата У меня вроде бы имеется Шесть штук Но это все-таки не так легко Их найти, эти калаши То есть их достаточно проблематично найти Но один хотя бы есть Уже неплохо, да? Давайте мы посмотрим Что у нас есть еще Так, бумагу я, наверное, возьму Посмотрим, что есть еще В других отделениях Какой-то новый костюм, чуваки Это похоже на костюм химзащиты На самом деле Это что-то интересненькое Это что-то новенькое Так, Санука, покажись Сопротивление радиации Да, это костюм химзащиты Поднять Он еще и легкий такой, знаете Так, я хотел бы это бахнуть Вроде я хотел, да? И еще чайком все запить Чтоб похмела не было Так, это мы сразу открываем Здесь ПСС-33 Есть сломанные Он его сразу в инвентарь положил Не знаю, зачем, правда Так, снаряжение А тебе ПСС не подойдет, чувак? Вот Ну, прикольно, что ему Калаши даже сломанные подходят Хотя нет, подождите Это, наверное, мощь считается Калаша Если я вот так посмотрю, да? Если я выкинул вот сейчас калаш И затем я смотрю снова на задание Защита Блин, надо отойти Попробуем отойти Вот сейчас точно у меня нету калаша Как бы целого И мы проверяем еще раз задание Так Защита Неа Ему нужны не сломанные калаши Ему нужны целые калаши Ну, ясно Понятно, что, чувак С тобой все ясно Да, у меня перегруз Для того, чтобы починить Один калаш Нужно, по-моему, 10 деталей Для калаша Если я не ошибаюсь Где у нас калаш Оружие Да, вот калаш Собственно, для того, чтобы починить калаш Во-первых, нужен 69 уровень Чтобы их крафтить А во-вторых, нужно 10 деталей Плюс калаш То есть Это, знаете, задание Какого-то более высокого уровня Поэтому пока что Я просто разберу калаш Разберу также Винтовку Хотя, зачем мне ее разбирать? Мне ее надо было просто выкинуть Мне пистолетные запчасти В таком количестве Не нужны Зря только время потратил Поехали дальше Посмотрим, что здесь у нас Но теперь у нас есть костюм химзащиты И, по-моему, его как-то можно было усилить Если я не ошибаюсь Какой-то рецепт был на него Так, давайте обыщем еще трупаки Вот еще один калаш, кстати Который мы прекрасно сейчас разберем Заберем для него запчасти для себя И я хотел проверить Что там у нас по костюму То есть, вот у нас есть костюм химзащиты усиленный Мы можем его сделать, в принципе Нам нужно только Сопротивление радиации 50 То есть, он лучше нашей То есть, у нас все равно будет костюм Надо только проволоки дойти до хрена И все будет зашибись, да? Не знаю, правда, где столько проволоки Правда, достану Но я поищу А остальное у нас все есть Зашибись будет, в принципе Круто, круто Хотя бы хоть какая-то будет броня новая Хоть какая-то Мы нашли все-таки этот костюм химзащиты Это круто Я не буду пока в нем ходить Потому что, да, это сопротивление радиации Но я буду очень уязвим при бандитах Если на меня нападут, мне будет капец Так что нужно будет составную броню сделать для начала Ах, слишком много времени нужно тратить Для того, чтобы залутать этот дом Потом мы вот залутаем А пока что погнали подрыхнем Так, я хочу немножечко поесть, наверное И попить Я хочу Во-первых, развести костер И давай прокипятим нашу воду Которую у нас есть Часик времени потратим Ржавая кастрюля сломалась Заодно Место освободилось И теперь можно, по сути, бахнуть Что-нибудь попить, поесть Давайте я водочкой бахну, во-первых Во-вторых, я хочу запить это водичкой Чтобы похмела не было И заедим это все Блин, у меня еда нормальная кончилась Но, ладно Пока мясо есть, в принципе Пойдем мясо Готово Так, дальше я бы хотел еще Прежде чем ложиться спать Я бы хотел еще кое-что покрафтить Да, блин, телефон Не шатайся, пожалуйста Так, я хотел бы покрафтить Немножко пороха Раз уголь у нас есть В небольшом количестве Можно немножко пороха сделать Готово Дальше Спать Спать, спать, спать Да, блин, да где спать-то? Господи Вот 6.50 утра Я могу как-то Что-то Давайте я Чайку бахну И буду ложиться спать Вот Теперь я могу поспать Всего до 6 утра Нормально Блин, новая броня будет Пацаны Только проволоку собрать И все будет зашибись Я так рад А вот меня еще интересует По броне А вот эта вот броня Которую я хотел скрафтить И которая не получилась У нее всего 20 сопротивлений радиации То есть по сути Вот моя броня Она защищает на 15, да? А эта на 20 Господи Так это же на 50 Защищает Это на сколько Она получается прочнее? Точнее Жестче в защите радиации Мне вообще На радиацию будет пофиг Если ее скрафчу Блин, только бы найти Вот Единственное, чего мне не хватает Для нее И инструменты Главное, что все есть Понимаете? Единственное, что мне не хватает Это проволоки И все И можно делать Кожи до хрена Металла Найдем вообще не вопрос Ниток до хрена Ткань есть Изолента И скотч имеется В 50 количестве То есть Просто найти Гребаный Гребаную проволоку И будет зашибись Так Собственно утро, да? И мы отправляемся с вами дальше Где мы остановились? По-моему Вот здесь, да? Мы же не долутали Вроде бы до конца Да? Если я не ошибаюсь Будем сейчас все дома Обрыскивать Все искать Короче, лишь бы найти эту проволоку Так На меня сразу же напали Начать бой Так До свидания Дорогие кабаны Они меня никогда в жизни не догонят Там тут надо ходить Они могут ходить через заграждение Серьезно Нормально так они ходят Так Обыщем трупик Я люблю тебя, мой трупик Ты такой холодный, склизкий Это очень сексуально Я обалдею Прям вообще Я вспомнил старую песенку Просто не обращайте внимания О, боже мой Так Давайте откроем, собственно, эту штуку Сера Пойдет О, уголь Нормально Пороха сделаем А я могу его прямо здесь сейчас скрафтить? Или там нужен костер обязательно? Сейчас я проверю Не, не нужен Давайте тогда я сразу просто скрафчу себе за часик пороха Много нормально Так Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Прошу прощения Я только сейчас это заметил Очень плохо Так Снаряжение Компоненты Сменить фильтр Снаряжение Противогаз Надеть Здоровье Чай Выживание Заправить Здоровье Чай Заварить Выпить Все Живем Ой, очень много радиации, конечно, я сейчас понахватал Это было не очень круто, конечно, да Так, патроны, ломик, гвозди Да и всё Здесь мне больше ничего не надо Я был здесь? Нет Ну, был, да, точнее, имел в виду Здесь я ещё не был, да Давайте ещё площадь обыщем Здесь можно там калаши всякие найти у чуваков Вот противогаз, да, к примеру Сразу разбираем его Но, к сожалению, не выпало то, что нам нужно из него Ну ладно, пофигу А есть ещё машины с бензычем Можно их натырить сейчас немножечко Потому что по бензину у нас все не очень сексуально Сюда бензин Есть ещё тачка Тоже сливаем Ой, я не унесу же это Надо что-то выкинуть Компоненты Так, что мне можно выкинуть вообще по итогу? Надо ещё запчасти для байка найти Давайте я кожу старую выкину Зачем я её с собой ношу? Я потом ещё найду сырой кожи Это как бы не проблема Проволока То, что надо Хрена челомом, конечно же Главное, ножовку не похерить И всё будет зашибись Мне нужно ещё достаточно много проволоки Так, я хочу выпить Главное не злоупотреблять Я и так уже злоупотребляю На самом деле Так, сюда Посмотрим, что здесь есть Может проволока? Нет, нету Так Здесь у нас Только бензин Который, скорее всего, мне не влезет Но попытаться забрать его можно, конечно Да, попытался и получилось Так, здесь у нас Заправка находится Какая-то клёвая тачка Стоит У меня есть ещё чай? Да, последний чай, собственно Блин, хочу уже новую броню, реально Так, давайте мы сольём топляк здесь Чтобы у нас был заранее Запас бензина небольшой И надо поставить здесь Маркер, наверное Хотя мне ещё лутать полгорода Может я потом просто зайду Возьму сколько из бензыча И даже маркер здесь ставить Не особо нужно Так, здесь у нас, собственно Есть трупак Мы его сразу обыскиваем Забираем канат И надо бы уже Идти в лагерь Потом остальное Долутаем Так, подкидываем Дерево Хорошо, что костёр ещё не погас Меньше дерева уйдёт На его растопку На целых получается Пять штук То есть два раза меньше идёт При таком способе Так, есть ли у меня Книжка с собой? Хотя, с другой стороны Да, мне Если есть книжка Я бы почитал Да, есть две книжки Неплохо Давайте одну из них прочтём Угу Так И можно ложиться спать Теперь Спим до 7 утра Нормально, в принципе Пойдёт У меня просто не особо много Чё осталось Лутать в этом городе Поэтому Я не думаю, что мне Прям понадобится Несколько дней Для этого Так Теперь мне нужно Типа можно взять Типа можно взять Но пока не буду Здесь я уже был Оказывается Блин, ещё бы Проволоку Да, блин Долбанная радиация Как-то надоело А выводить Кроме водки Её уже нечем Понимаете В чём проблема Так Посмотрим Чё у нас за гвозди Так Во втором отделении У нас О, да То, что надо Да мне пофиг Копай Я говорю Копай Да твою ж мать Долбаный медведь Вот чё тебе здесь надо Так Так Мне нужно Сейчас Попробовать Короче Это Надеть Короче Радиации Антирадиационный Костюм Зацените Как я круто В нём выгляжу Вообще Офигенно Мне нравится Так Давайте мы Да не руками Ты задолбал Лопатой Копай Теперь 0.29 Радиации Вы просто посмотрите Как мало Радиации Мне идёт Короче От этой фигни Я рискну И выпью Немножечко Ещё Алкоголя Господи Придётся Видимо В нём Пока Походить Но Блин Любой Конфликт И мне Капец Конечно Это да Так Слить Топляк Слить Топляк Ну Костюм Конечно Лютый Вы представьте Он ещё Бронированный Будет Я же Вообще Не буду Получать Урона От Радиации Чё я с тобой Надыбал Такого Чё я взял Что ли Какой-то Мусор Случайно Да вроде бы Нет А сколько У нас По проволоке Вообще 50 штук Скоро будет Так Стоп А где Проволока А 41 Вон Вижу Так Давайте Мы скинем Чё-нибудь Наподобие Так Три лопаты Шесть ломов Давайте Один лом Скину Уже Задолбался Серьёзно Столько Ломов С собой Таскать Один Хотя бы Скину Так Посмотрим Дальше Чё у нас Здесь есть Прикольное Кстати Это Давай Ломом Ломай Чё ты Паришься Здесь Вон Деталь Для байка Есть Как бы Я бы По-хорошему С собой Утащить Хотя бы Одну Сколько У нас По снаряжению Кстати Этих По компонентам Да Одну детальку Я бы хотел Утащить С собой Всё-таки Но это Будет Не так-то Просто Нужно Будет От чего-то Отказываться Давайте Мы Скинем Немножко Бумаги Так Пока Не хватает Надо Ещё Чего-то Избавиться Кошу Конечно Обработанную Очень Не хочется Выкидывать Хоть Она и весит Некоторые Ну Хотя Не так Много 10 килограмм Всё вместе Даже Не знаю От чего Избавиться Выживание Здоровье Так Давайте Мы доедим Наше мясо Наверное Всё-таки А Вот Им у нас И вес Как бы Убавился Так Биф Джерки Хотел бы Ещё Захавать Они Кстати Много Весят Достаточно Так Пару Водички Готово Так Всё Ты доволен Ещё Ботопляка Конечно С собой Надыбать Но Это Уже Не лезет Можно Каши Скинуть Немного Да Вот так Вот И в принципе Теперь Всё лезет Зашибись Так Дальше Дальше Оружейные Короче Места Здесь есть Сломанный Противогаз Это хорошо Давай Бомбочка Ни в коем случае Не ножовка И ножовка У нас Одна И она Пригодится Нам для Создания Новой Брони Так Эту хрень Мы разбираем Соответственно Эту хрень Мы обыскиваем Забираем Себе Патроны И всё Что с ними Связано И у нас Осталось Ещё Одно Место Осталось Здесь у нас Чаёк Собственно Ожидает Принятие Так Обыскиваем Скелетов И надо бы Потихоньку Уже валить Из города Да Но мы здесь Вроде не всё Залутали Я не помню Был ли я Вот в этом домике И вот в этом домике И вот в этом домике Да Ладно Потом вернёмся сюда На следующее утро Как говорится Так Стоп Подожди Надо было Развести костёр Так Сюда Давай Я хочу Наверное Заварить себе Чайку Бахнуть На ночь И будем ложиться спать Водку Я не хочу хлестать Пока что До пяти утра С чем-то спим Ох Доброе утро Ну и погнали Долутывать городок Знаете Мне почему-то кажется Что есть какой-то Какой-то Какие-то вещи Из которых можно получить Проволоку При их разборе Но чё-то я Не помню таких вещей Может быть машины какие-то Может быть Чё-то ещё Так Здесь мне надо взять На самом деле Несколько предметов Давай ломаем ломом Я говорю ломай ломом Так Водяру возьмём Кастрюлю Вот эту штуку И хотелось бы воды тоже взять Немного с собой Дальше Надо проверить Был ли я в этом доме А почему я не взял гвозди Так Сюда пожалуйста И здесь проволоку Я забрал вроде Да Да Забрал Так Теперь Собственно В этом доме я был Ага Не был Чуть было не упустил Эту тему А тут проволока Видите лежит Так Давайте в этот раз Топором Надо всё-таки Ломы тоже экономить Они не бесконечные Сами понимаете Рано или поздно Закончатся Так Сколько у меня уже проволоки Шесть штук Осталось всего Пацаны Шесть штук И будем крафтить Новый костюм Так Я не помню Обыскивали ли эти дома На самом деле Надо проверить Да Я обыскивал их Окей 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 Так И мы будем двигаться С вами теперь дальше Куда только Куда мы будем двигаться Вниз Либо же Так Надо по карте Мировой посмотреть Я же хотел в Целеноград Заехать Поэтому наверное Буду двигаться Всё-таки вниз Можно в Омск Конечно пойти А потом только в Целеноград Вот это интересно Куда лучше сначала пойти В любом случае Придётся Если мы хотим Посетить Омск Придётся делать крюки Можно сразу Конечно И допустим В Давайте я проверю Ещё раз по карте Куда нам не нужно Всё-таки Так Поисках истины Не то-не то Дорога домой Смотреть на карте Мне надо Куда-то вот сюда То есть если Наверное Всё-таки В Омск Надо сначала Заехать Потому что Потом в Целеноград Из Целенограда В Омск Обратно ехать Тут дороги Там уже Не вижу нормальных Но из Омска Как бы в Целеноград Тоже не очень удобно Ехать Придётся делать Небольшой крюк Ну ладно Ничего не поделаешь Я думаю Сделаем Как бы Ничего страшного Погнали Короче Твою мать Вот это вот Капец Конечно Сейчас А у меня Брони нету Давайте я перезапущу Игру Не хочу получать Лишний урон По броне Потому что И скорее всего Я даже не то что Получу урон по броне Меня просто убьют Нахрен Так что Сейчас я перезапущу Ах Хорошо Перезапустил Давайте мы выйдем Сначала из города Каким-нибудь образом Надеюсь Мне позволит Игра это сделать Да И теперь Мы с вами Наденем Уже Обычный костюм Мало ли По дороге На нас нападёт Какая-то Группа бандитов Нам этого не надо Ага Я так и думал И причём Жёсткая группа бандитов Напала Ну давайте Рискнём Попытаемся Пережить эту фигню Конец хода Мне просто интересно Да Не докидывают Зараза Нихрена себе Урон Ах Твою мать Нет Просто капец Конечно Какой-то там Эти конченые бандиты Хотя казалось бы Вот смотрите Здесь иконка Стоит другого бандита А там на меня Прям огромный взвод С кучей прямо Хорошо вооружённых Гомнюков напал Это просто капец Какой-то был Я думаю Они сейчас будут На меня постоянно Нападать Мне кажется Я проеду вот ещё Пару километров И они на меня Снова нападут Блин Блин Чё-то дороги долгие Такие И нету Ни одного города Рядом Хотя вот Есть ещё Какой-то маленький городок Может быть Здесь я найду Опять куча бандитов Просто огромная Да чё ж вы Пристали-то так Ай Опять там чувак С гранатой Опять меня нахрен Убить собираются Надо перезапускать Каждый раз Блин На меня уже нападёт И не знаю Какой-нибудь Звод собак Или типа того Чё всё время Бандиты-то Так Я доехал Собственно До города И по-моему Там бандитский лагерь Бандитская база Если не ошибаюсь Ну да Видите Черепок Нарисован Это уже значит Как бы Да вы задрали Ну сколько можно-то Господи Иисусе Опять меня здесь Убьют Мне нельзя Здесь оставаться Надо Перезапускать Снова И вот так Постоянно Придётся Делать Сейчас Я чувствую Звод бандитов Просто преследует Меня на протяжении Всей моей дороги Маскалинки Исселькуль Окей Давайте зайдём Посмотрим Чё здесь есть Вообще Отстаньте От меня Долбаные бандиты Я не хочу С вами драться О проволока Сюда К бате Дальше Я бы хотел Взять водичку Как раз у нас место Освободилось Ибо мы долго ехали Ну конечно Опять три бандита Двое с гранатами Они оба докинут гранаты Я не смогу ничего сделать Мне опять нафиг Две гранаты Просто убьют И всё Я ничего не смогу С этим поделать Хотя у них не гранаты На этот раз У них бомбочки Поэтому можно в принципе Пережить И наконец-то убрать Эту Штуку Что типа Ах твою мать Ах ты тварь Сотку снёс Нормально Второй не докинул Зашибись Ну в принципе Хилимся Живём Всё Теперь они не будут Нападать Хоть какое-то время Из-за того что я Успешно отразил Так сказать Атаку А то задолбали Просто беспрерывно Я не знаю Беспрерывно Нападают Так Давай Ломиком Хреначим Соль Кастрюля нам Пригодится В будущем Ну и сухарики Тоже давай возьмём Почему бы Как говорится И нет Так Сюда Сюда А я хочу Наверное Я понимаю Что я не хожу Сейчас в антирадиоактивном Костюме Можно его кстати Напялить Вот прям сейчас После того как я отразил Атаку уже То есть Снаряжение Он быстро изнашивается Ну нормально Тогда Достаточно быстро Так Обыщем Трупецкий А также хотелось бы Ну да Сухари Какой полезный лут Так Что у нас есть здесь Дайте антирада Какого-нибудь Я не знаю Ну ладно Давай Всё-таки Используем бомбу Хоть здесь и нету Ничего прям такого Особо для меня Полезного Но Блин Ещё так много Времени занимает Лутинг Этого Потому что Ночь Сами понимаете Так Давай сюда 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 И тебя Мы тоже Обыщем И заберём Что у тебя есть Но у тебя ничего Нету Ясно Пойду Посплю Прямо на дороге Кстати Вот человек Который Говорил Что типа Во время сна Тебя могут обокрасть Я столько раз Спал на дороге Что я даже Сбился со счёта Без лагерей Без Костров Просто вот так Вот валялся И меня только Крысы подъедали У меня бандиты Никогда ничего не крали То есть Не факт Что как бы Реально Это возможно Ой Я лишнюю Съел еду Хотя Чё это Чё это Беспокоишь Меня это еды Вы просто Посмотрите Сколько у меня Жрачки Это просто Капец же Так Ладно Погнали Второе отделение Залутаем Ещё Медицинское Здесь у нас В принципе Базовые такие вещи Лежат Ничего особо Интересного Обезболивающие Всякие Эти Антибиотики Которые Не понимаю Для чего Вообще Нужно Чё Ими Лечить У меня Не было Как-то Знаете Особо Такого Чтобы Были Там Я не знаю Нужны Антибиотики Так Чё У нас Здесь Соль Есть Ну и не Ради соли Я не буду Тратить Время На Такую Фигню В яме Ничего Не лежит Мне просто Интересно А можно В разрушенных Домах Найти Проволоку Я думаю Нет Ладно Погнали Короче Нафиг Отсюда Будем Двигаться В следующий Город В Москалинке О Здесь Даже Рядом Стоит Лес Можно Будет В лагерь Там Обосновать Но Придётся Правда Немножко Ездить Туда Сюда Бензин Тратить Так Сказать О Я знаю Где у нас Будет Лагерь Погнали Так Стоп Нет Подожди 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 Я чуть Было Не забыл Так Давай сюда Мне мою Нормальную Броню И Теперь Уже Можно Нападать Начать Штурм Атаковать Меня Всё Устраивает Занимаем Оборонительную Позицию И Даём Пару Очередей Скалаша По Противнику Сейчас Подойдут Остатки Мы Выжидаем Ход Копим Очки Действия Бац На 112 Ни хрена Себе Вы Даёте Пацаны Конечно Чё так Больно Теперь Держи Гранату Братан Прямо В него 150 95 Соседнему Ещё Бочка Взрывается Наносит ему Дополнительный урон И второго Бандита Мы добиваем Уже Чисто Скалаша Это Старая Добрая Отработанная Стратегия Всегда Работает Как Часы У нас Здесь Есть Ломик Ещё Один Изолента Там Всякие Дела Так Давайте Обыщем С вами Трупаки Так Разберём Собственно Ооооооооооооооооооооо это я хорошо нашел это это прям топово. Так это я заберу, блин мне это все не унести. Так так так. Сливаем топлечок. Так ломик один я выкину нафиг надо мне столько ломов таскать с собой. А дальше. Вот нафига я с собой удочку ношу, вот я не понимаю просто. Наверное, чтобы у меня было хоть какое-то средство для рыбалки, на всякий случай. Хотя я не думаю, что мне понадобится. Ну, может быть, клейстер, если я захочу сделать, чисто на рыбалке. Тоже неплохо будет. Так, у меня 4 килограмма сахара, я не знаю, зачем мне столько. И надо бы это, броню одеть старую. Ну, как старую, именно вот эту вот. А чем чинится вообще броня? Мне просто интересно. Вот это вот. Нитки, ткань, изолента. Как будто вот... Ой, я случайно выбросил свою броню. Так, возьмем обратно. 100% веса, нам нужно что-то выкинуть. Давайте байк просто починим. Я понимаю, что проволоку потрачу, нужно теперь снова 10 проволоки собирать. Но байк нужно чинить все равно, рано или поздно. Можно вон еще починить этот... Да отвалите вы на меня! Чё вы на меня рыпаетесь вообще? До свидания. Видите, у меня брони нету? Я обычный ученый! Не трогайте меня! Побег. Так, дальше. Чё я хотел сделать? Я хотел еще починить рюкзак, да. Пару раз причем. Еще раз чини. Нормальная тема. Пару раз починили, в принципе, жить можно. Так, это мы возьмем. Дальше я бы хотел... Я бы хотел... Я бы хотел... Пометить, что здесь есть бензин. Зеленая штучка. Окей. Когда-нибудь я соберу эту проволоку реально. Я не знаю, когда это будет. Роем, потому что кастрюля целая есть здесь у нас. Так, посмотрим, что здесь. О, проволока пойдет. Пожалуйста, пусть тебе будет много. Хотя бы три. Да хрен с ним, ломай. Ломом. Ломы попадаются чаще, чем топоры. Да блин, твою мать, говно какое-то. Ну, в смысле, мало проволоки. Нет, хорошо, что она вообще есть, но ее мало. Так, сюда. Давай, еще надо. Нихрена себе, чувак! Ты охренел, что ли? Откуда это у тебя? Зацените, бомба. Бомба, редкий ресурс. Батарейка. Антират. Антират. Сигареты. Иголка. Противогаз. Липецит. И это все просто в обычном доме, в обычном трупе. И после этого мне некоторые говорят, зачем ты обыскиваешь обычные трупы? Может быть, поэтому. Потому что в них иногда такой лут можно найти. Это просто охренеешь. Вот представьте найти столько лута в одном чуваке. Просто охренеть можно. Так, здесь я... Да, я здесь обыскал уже. Так, ну, естественно, дальше мы там потом обыщем. Надо бы, наверное, лагерь себе создать где-нибудь в лесу. Да, я, наверное, могу себе создать лагерь, потому что рядом есть залежи бензина. Ночевать у бандитов я не очень хочу. Но они реально будут нападать, и я сейчас схожу в такой броне, в которой мне лучше не драться. Так, сюда. И, как естественно, нам нужно еще собрать костер. Так, теперь... Теперь ложимся спать, короче. А, да, надо как-то радиацию увести. Давайте я немножечко винища... Ух, хорошо-то как! С вином-то все за гораздо жить-то легче. И, собственно... У меня еще и пять вот этих штук есть тоже от радиации. Ну все, радиации не помеха мне. Все, ложимся спать, короче. Спим до 4.30. И будем отправляться в следующий раз. Дальше. Главное, чтобы новая броня не чинилась кожей. Вот что я боюсь. Блин, господи, какой же стиляга! Вы просто посмотрите на этого стильного чувака. Прям как из какого-то фильма. Так, поехали эти... Маскалинки. Или маскаленки. Я не знаю, как правильно произносится. Посмотрим, что у нас есть в тачках. Здесь... О, байк! Нормальная тема. Но мне пока, видимо, не нужны для него запчасти. У меня есть еще запчасти. Байк сам по себе еще более-менее держится. Но, возможно, когда-нибудь в скором будущем они понадобятся. Ради водки использовать бомбы? Вы что, гораете? Не... Так, я не изучил, что ли, больницу еще? Видимо, нет. Ну, давай заберем, что есть. Воду я, правда, не унесу. А сейчас попью просто. И часть этой воды мы с вами скинем. Вот, 35 штук себе оставлю. Мне будет достаточно. Также я бы хотел... Ну, давайте возьмем бумагу. Окей. Вау! Зеленый шприц вот этот. Это интересно. Они очень редко встречаются. Ими можно просто лечить собаку и... И да. Ну, конечно. Три волка. Почему бы нет? Опача. А где выход? Ах, выход я вижу. А что если я сделаю просто вот так вот? На, нах. Ебанефик. Ты прям на выход стал, чувак. Тебе вот делать нечего, да? Скажи честно. На, нахрен. Так, немножко меня укусил. Нифига себе больно. А, я же в броне в своей дурацкой. Ну, как ты промазал? Ну, ты издеваешься. Ну, все, придется перезагружать. Я промазал. Мне сейчас просто сломают броню и будут травмы. Я не хочу этого. Я хочу проволоку. Дайте мне... А, подождите. Я не обыскал же. Я не собрал там вещи. Так, сюда батя, батя. Сюда, 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 сюда. И подроны тоже сюда. Бумага нафиг не нужна, окей. Так, смотрим, что у этого чела есть. А, не хочу. Лень. Тлишком много времени тратить. Я вот бинты возьму у врача. И, как бы, у меня этого будет более чем достаточно. Пошли кабаны, опять же. Так, где мои гранаты? Почему у меня нет гранат? Возьмем обрез этой. Своей винтовки. А, нафига он мне нужен, кстати? Он бьет слабее. Ну, хоть и тратит на одну энергию больше. Давайте я лучше возьму пекаль. Какой-нибудь. Давайте даташню, к примеру. Ну и погнали. Так. Дальность перемещения 3. Он перекроет. Этот вармия, короче, перекроет пути к отходу. А, я знаю, что делать. Мы встанем сюда. И если он сейчас нас ударит... Я надеюсь, что он немного урона снимет. Но снимем. Снял нормально так. И теперь он отбегает. После удара он отбегает. Поэтому он не будет вставать на выход. И мы сможем легонько вот так вот смотаться. И понадеемся, что у нас не будет травм сейчас. Нас всего лишь чуть-чуть. Поцарапали. Да, у нас нет травм. Это хорошо. И мы, короче, покормим с вами сейчас волчонка. Пусть кушает. И вроде у нас все хорошо с вами. Как наша броня пожив... Ой, она как... Она покоцалась-то от этого. От того, что ее полностью сбили. Это да, конечно. Неприятно. Так, ну вроде все. Теперь осталось только бензыча натырить. И можно выдвигаться дальше. Ой, уже перегруз. Так, я выкину, наверное, каши. Хотя что выкину, я ее съем. И еще похаваю... Вяленого мяса. И водичкой запью, чтобы еще меньше веса было. Так, ну и ладно. В принципе, пофигу. Давайте двигать дальше. Куда нам дальше путь... Дорогу держать? Любим с Красный Яр... А вот и Омск, кстати. Давайте мы лагерь пока что разобьем, я думаю. Где-нибудь вот здесь вот. Да, наверное, я вот здесь разобью лагерь. Я могу и вот здесь его разбить, чтобы Красный Яр хотя бы поближе залутать, но... Я, наверное, здесь разобью его. Потом можно будет, если что, просто еще один лагерь сделать. Как бы не проблема. Разжечь с помощью зажигалки, что логично. И также я хочу собрать себе... Вот эту штуку. И давайте мы еще почитаем книжку. Заодно избавимся от лишнего веса, как всегда. Сколько у меня, кстати, топляка осталось вообще? Надеюсь, нормально. Так, собственно, есть. Готовчинка. И, собственно, мне нужно... Че я крафтил? А, да, я читал. Блин, надо снова моцик чинить, а проволоку все еще неохота тратить. Блин, чувствую, у нас не так-то... Не так быстро получится собрать долбаную эту штуку. Я, наверное, подожду пока с починкой моцик. Я хочу все-таки сначала броню себе сделать. Потому что у меня и броня изнашивается, и моцик изнашивается. И как бы и то, и другое надо нам делать. Так, погнали, короче, в первый город. Любинский. Блин, зараза, половина захвачена. Ну, я надеюсь, я найду где-нибудь проволоки в домах. Так, здесь у нас всего лишь изолента. Это печально. Стоит ли изолента разрывания с 60 минутами лопаты? Я думаю, да. Учитывая, что у нас сейчас с клеем проблемы некоторые. Так, у нас минус ржавая лопата, значит плюс вес. На бандитов, естественно, нападать мы не будем. У них тут патрули, кстати, ходят везде. На нас они могут напасть в любой момент. Нифига себе, вот опять же обычный чувак. Вот просто лута до моря целая. Так, снаряжение, подождите-ка. Я, пожалуй, надену сейчас свою старую броню. Я понимаю, что радиация здесь будет, она меня бить жесткая. На 1,59. Ну как, не так уж и жесткая на самом деле. Также примем сейчас с вами винище. У нас просто винище сейчас есть, и мы можем не переживать насчет того, что у нас типа много радиации и все дела. Можно поносить пока броню, которая действительно будет давать броню. Потому что на нас могут напасть противники в любой момент. Так, подожди. Топор. Мне надо посмотреть, сколько у меня топоров выживания. Так, у меня должно быть их... Нет, не выживание, а снаряжение, наверное, да? Да. 25 использований. Или 17 использований. Вот этот старый выкинем, окей. Еще проволока. Мне прям прет сейчас пока что. Так, давай еще разроем. Ни хрена себе, сколько проволоки. Вообще нормально. Еще немножко найти, и у меня будет нужное количество материалов. Если уже нету, конечно. Давайте посмотрим. Два. Две проволоки осталось. Еще надо на байк найти для починки. Так, чувак, у тебя что есть? Сиги. Ой, это что за дом такой? А, ну это ресторан, ясно. Какие тут вкусняшки лежат. Чаечек, варенье, солька, водочка. Пойдет. Еще и кастрюля, по-моему. Ну, она ржавая, конечно, но... Хоть что-то. Так, сюда, 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 сюда. Да, детки. И погнали дальше дома лутать. Так, здесь у нас гвозди. Блин, проволоку. Еще чуть-чуть. Еще немножко осталось. Но ее нигде нет. Сейчас, блин, чувствую последнюю проволоку. Будем дольше всего искать. Так. Ага. По пути на меня напал один бандит с двумя собаками. Кстати, достаточно фигово. Я могу, в принципе, путаться его и убить нафиг. Да, он не очень жесткий, на самом деле. Да, да, да. Он может свои игру засыпать сколько захочешь. Я вот сюда спрячусь и, типа, мне будет пофигу. А твои собаки сейчас в капкан попадут просто. Как он сквозь стены стреляет? Ты борзел? На тебе. Получила капканчик? Все, я побег. Мне нет смысла просто с ними разбираться. У него дерьмовый автомат. Я не думаю, что у него будет какой-то особо крутой лут. Блин, с бензочем, конечно, проблематично. Немножко. Давай разроем еще этот домик. Такс. Ну, я думаю, и будем отправляться на, собственно, спать. Водичку можно пока взять с собой, пока есть место. Блин, с бензочем, конечно, проблематично, учитывая, что здесь нету ни одной тачки. Но я надеюсь, я там скорую могу найти вот здесь. Либо же в машине, во дворях будет что-то стоять. Машинка какая-нибудь или типа того. Блин, даже топливо неохота сейчас тратить на то, чтобы ездить туда-сюда. В лагере обратно. Можно прямо здесь зоночевать. Не такая плохая идея даже. Давайте мы поедим, попьем и останемся все-таки реально. Переночевать здесь. Мне пофиг. То есть крысы, они обычно, если едят твою еду, то в очень небольшом количестве. А и такое крайне редко случается, что крысы как бы на твою еду нападают, пока ты спишь. Кабинеты есть. Давайте мы их сразу залутаем. Чаек сюда, пожалуйста, на базу. Здесь есть книжечка. Ломиком, конечно, ломаем. Но в уровень, как говорится, не помешает. Поэтому книжку обязательно берем. Это самый редкий лут, наверное, из всех. Но не то, чтобы редкий и самый важный, вот так скажем. Блин, почему в каждой школе, короче, всегда один и тот же лут? Да и вообще во многих местах всегда один и тот же лут спавнится. В одинаковом количестве, в одинаковых позициях, в одинаковом виде. Так, веревку я возьму. Так, здесь у нас еда и, ну вы поняли, и кастрюля. Я даже не знаю, зачем мне это разрывать, чисто ради сгущенки. Ну давайте разроем, чуваки. Да подобрать все, что ты паришься. Так, еще бахнем винище. И я бы хотел, наверное, водочки еще. Немножко перекусить после этого джерки. Да, я понимаю, что эта еда, она хранится в вечность, но... Она много весит, я хочу от нее избавиться, в первую очередь. Не помню, был ли я в этом домике. Вроде не был, но там ничего и нету. Блин, вот две проволоки осталось, серьезно, и она сейчас нигде не попадается уже. Давайте возьмем еще баночку. Дайте мне в посылке просто, я не знаю, там, проволоки накиньте, и я буду доволен. Так, обыскать. Фигня. Ну и здесь ткань. Одна причем. Такое себе, конечно. Так, ладно, с этим городом мы разобрались. У нас есть еще Красный Яр, как бы. Напали на меня посреди дороги. Так, сюда хочу спрятаться, заныкаться. Конец хода. Так, собаку тоже сюда. Чувствую, в кого-то они точно начнут стрелять. Так, ну этот не достает. Этот попал на... Ага, вот этот точно будет стрелять, да. Так, все, валим отсюда, короче, побег. Да-да-да-да, покинули поле боя, я тебя понял. Погнали в Красный Яр, но для начала сделаем здесь у нас, короче, базу еще одну. Добыча дров. Давай сразу 25. Разжигай костерок спичками. Дальше делаем, короче, шалашик. Так, у нас есть немного времени, поэтому можем еще почитать книжку. Перед сном, так сказать. Я хочу броню скрафтить сегодня успеть. Я надеюсь, будет в том городе сейчас броня, и мне в Омске не придется хватать львиную дозу радиации, чтобы найти оставшиеся штуки-дрюки. Тем более, Омск лучше реально обыскать, вот именно уже с более крутой броней, потому что город огроменный, все дела, сами понимаете. Так, ладно. Блин, и байк еще надо чинить будет, тоже на него надо найти этой... Сами понимаете. Проволоки. Ну, я думаю, в Омске будет нужное мне количество проволоки в любом случае. Но лучше бы вот до Омска сделать броню, чтобы уже в нормальной броне ходить. Можно попробовать у бандитов сейчас надыбать, но у меня проблема в том, что у меня гранат не осталось, по-моему. У меня есть вот эти штуки, но они недостаточно много урона наносят. Еще есть коктейли Молотова. Можно пробовать рискнуть с помощью этих штук запушить бандитов. Давайте рискнем. Начать штурм. Да, погнали. Да, меня, в принципе, все устраивает. За исключением ТТшника, я бы хотел вместо него взять коктейль Молотова. Либо бомбу. Но я, наверное, все-таки коктейли возьму. Надо же их как-то хоть когда-то использовать. Так. Стреляем, короче, в пацана. Сначала его выносим. Пацаны, я маслину поймал! Да-да, молодец. Так, теперь насчет щенка. Его мы вводим с вами вот сюда, наверное. И конец хода прожимаем. Ждем. Я же не докину, да? До них самих. Да, я не докину. Поэтому просто заканчиваем ход. Я могу докинуть, как бы, вот сюда вот кинуть, да, где лужа крови. Но тогда я попаду в этот... В бочку. И она взорвется раньше времени. Мне нужно, чтобы она именно сейчас взорвалась. Так, держите, пацаны. Наслаждайтесь, как говорится. Че, самый умный, да? Ну, типа того. Так, нет, надо все-таки из калаша его добить. По-любому. Так, теперь остался самый жесткий, по сути, бандит. Ну, как самый жесткий? Давайте мы вот сюда вот отойдем и укусим его. На, получай просто! Минус 20 от огня. Горение у него. Ёлки-палки! Он еще и мажет постоянно. Так, чувак. Заканчивай с этим говном. Давай уже сдохни. Так, и эта хрень не может пройти, как обычно, из-за того, что он встал вот именно в такой неприятной позиции. А, все, он догорел. Нормально. Завершить. Блин, как назло, нету проволоки у них в лагере, да? Обида. Ну, ладно, че, есть возьмем. И на 5 лом. Да что ж ты будешь делать? Че ж у вас лом это всегда есть? Так, сюда. О, веревочка. Так, лом я возьму. Сейчас мы его скинем лишний. Так, это я забираю все. Так, обыскиваем трупаки. Смотрим, че есть у них. Это я возьму. Раз, два. Тушенка. Сиги. Спички. Нож неплохой. И... Все вроде бы. Так. Давайте один нож мы скинем. Наверное, кухонный. Да, кухонный. Хотя, у меня есть вот фиговый вот такой нож. Я лучше его скину. На меньшее количество использований просто. И его нельзя, по-моему, чинить. Да, его нельзя чинить, поэтому лучше его скинуть. Так, дальше мне нужно было выкинуть еще некоторые вещи, которые я понасобирал. Чуть за хрень. Окей. А, так, собственно, на чем это я остановился? Ах, да. Я какой-то мусор взял с собой. Жарко-то как это, капец. Я что-то с собой взял за мусор. Я хотел его скинуть. У меня уже кастрюль этих просто до задницы. Я лом взял, да, точно. Я хотел скинуть старый лом, потому что 5 ломов мне и так более чем хватает выше крыши. Так, я сразу здесь попью у вас, если вы не против. И пойду дальше. Здесь всего лишь труп. Здесь ничего интересного. Внутри дома как бы тоже ничего такого. Проволока где? Нужна всего лишь одна, ой, две проволоки. И у меня будет то, что мне и хочется надыбать себе. Хостовары. Ну, конечно, здесь нет проволоки. Ну, как, кто бы сомневался. Нужна ли мне так селитра? Ну, в принципе, из селитры делаются бомбочки, поэтому... Как бы это выгодно достаточно тратить бомбочку на то, чтобы получить селитру, из которой делаются бомбочки. Так, ну с бензычем пока погодите. А вот, собственно, и то, что мне надо. Так, отвалите. Так, конец хода. Все, до свидания. Всего хорошего. Пишите письма. Пожалуйста, пусть здесь будет не одна, не одна проволока, я очень вас прошу. Да давай ломом хреначь, господи. Сколько, сколько их там? Четыре пойдет. Да! Она есть у меня. Так, давайте посмотрим еще раз. Броня. Составная броня. Нужно только 150 металла, и все будет зашибись. Так, где металл? Металл мы найдем на стройке, нормально все будет. Так, сюда давай. Здесь еще селитрочка у нас имеется. Так, эту хрень мы разламываем, соответственно. Че так мало металла-то, блин? Я не могу его с собой нести еще, вот в чем проблема. Надо что-то скинуть здесь на время. И интересно, че? Господи, этой жратвы у меня просто выше крыши. А, я могу теперь унести, но все равно скоро я не смогу уже нести заново. Хотя пока вот это захаваю, еще воды попью. Еды у меня дофига, можно тратить ее бездумно. Здесь есть немножко металла. Так, обыскиваем труп, берем вот это, это, это и весь металл. Нам сколько там надо еще раз, скажите мне, 150. То есть еще 50 надо найти и скинуть часть веса. Давайте я скину пока... Мука сколько весит, вот к примеру? 3,8 кило. И вот эта штука у нас весит 22 кило. И это еще 9. Вот так вот пока сделаем. Скинем ее настройку. Надо главное не забыть, что у нас здесь ресурсы стоят. И пойдем с вами дальше посмотрим. Сюда, 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 сюда. И мне не хватает лишь совсем чуть-чуть металла. И в принципе у меня все будет. Надеюсь здесь есть этот оставшийся металл. Я не помню можно ли бензопилу разобрать. Ну что-то я сомневаюсь. Да, ее только починить можно. Сейчас мы ее, кстати, заменим. На... Так, где бензопилаю? Что-то не понял. Здоровье, компоненты, выживание что ли? Блин, а где мы бензопилаю? Что-то не понял. Выживание? Да, да, я ее не заметил просто. Скидываем одну из них, которая более поломанная. Можно, конечно, тачку вот разобрать, да, из нее как бы получить металлолом. Но ее надо два раза разбирать. Такое себе удовольствие. А вот еще проволока есть, зашибись. Пойдет на этот. На починку, собственно, нашего байка. Так, добыча дров сразу же. Ну, сейчас мы сбегаем куда-нибудь, вы не парьтесь. В соседний городок возьмем там металла. Либо по разрушенным домам походим. Там тоже металла можно пособирать. Броня уже совсем близкая. И заодно будет минус куча веса. При этом, при всем. И старую броню можно будет выкинуть. То есть, одни плюсы. Давайте мы обыщем здесь немножечко. Соберем топляка. Лишним точно не будет. Можно два раза разобрать просто машину и получить то, что нам нужно. Как бы. То есть, сначала мы вот так вот разбираем одну часть машины. Да твою мать! Ну, почему именно, когда я начал разбирать? Ну, почему нельзя было это сделать в другой момент? До свидания. Я не знаю, кстати, а почему глаза появляются? Они что-то вообще делают? Вот именно этот монстр на люке или что это? Давайте, вот смотрите. Мы разбираем сначала первый раз машину. Потом можно ее, по-моему, разобрать еще второй раз. Да, если я не ошибаюсь. С помощью... А-а-а! И я, знаете, не хочу это делать. Потому что я могу сломать ножовку. И если сломаю ножовку, я могу не скрафтить себе эту броню. Потому что она требует как раз-таки ножовку. Рисковать особо не хочется, знаете. Поэтому ладно. И, как назло, здесь вот больше нету металла. Вот просто его нету и все, как бы. Нигде. И ни одного разрушенного дома, и при этом при всем нету в Заме, понимаете. Хотя, возможно, у лагеря бандитов было металл. Но я что-то не посмотрел, поэтому пофигу. Так, где есть у вас металл, господи? Че здесь? Вот, разрушенные, собственно, домики есть. Хорошо. Но, блин, здесь опять же нет металла. Трубу, наверное, можно разломать. Но я думаю, это только ножовкой. Да вы что, издеваетесь? То есть... А, нет, вон еще есть один разрушенный дом. И не один даже. Я там еще один вроде видел. Да неужели, господи? Поднять. Тридцать шесть. Ну, давай еще тринадцати, мне этого хватит. И надо бы это... Радиацию как-то сбить, сами понимаете. Все, погнали отсюда нафиг. Погнали в наш импровизированный лагерь. И будем крафтить новую броню. Вот она, составная броня. Радиационная защита. Это двадцать обработанной кожи. Сто пятьдесят металла. Десять тканей. Пятьдесят проволоки. Пятьдесят тканей. И пятьдесят изоленты, либо клея. Погнали. О, да! Составная броня! Так, теперь мы снаряжение одеваем составную броню на себя. То есть, смотрите. Это дает триста брони и сопротивление радиации пятнадцать процентов. При этом весит девять килограмм. Это весит на три килограмма больше, но при этом она дает сопротивление радиации пятьдесят и брони четыреста. А чем она чинится? Чинится она изолентой? Блин, она чинится кожей. Вот это отстойно. Ну ладно, ладно. Если что, будем просто иметь запас кожи. У нас он пока что есть. Это уже хорошо. Блин, ну плохо, что она чинится кожей. И причем десять изоленты еще требует достаточно дофига. Но в остальном все фигня. Ладно. Эту мы скидываем. А как я вообще без одежды выкидываю? Ох, я уже и забыл, как это забавно выглядит. Так, снаряжение. И смотрим, как же выглядит у нас новая броня. Надеть просто. И, внимание. Ну, блин, как убрать это? О, да, вот это я понимаю. Вы просто посмотрите. Я король этого. Король пустоши. Я не знаю, это офигенно смотрится. Давайте починим с вами байк на оставшуюся проволоку. И хотелось бы тоже починить еще вот эту штуку. Так, готово. Боже, я просто божественный. Теперь я не буду получать почти никакого урона от радиации. При этом у меня будет на сто, по-моему, да? На сто брони больше против бандитов. Офигеть. То есть это настолько крутая броня для меня сейчас. Можно, кстати, наверное, разломать и эту броню. Да, но я получу из нее полную парашу. Мне как бы это не особо надо. Можно еще заняться тем, чтобы сейчас покрафтить немного пороха. Давай сюда. Есть немножко угля просто. Можно пустить его в ход. Так, могу потушить костер и сделать еще угля. Ну, то есть не угля, а пороха. Да, вот, на все давай. Котовчинка. Так, теперь, собственно, разжигаем еще один костер. Че у нас есть книжки на выживание? Нет, нечего читать, к сожалению. Че еще я могу покрафтить, пока есть время? Да, в принципе, ничего. Давайте мы ляжем поспим, короче. До 4 утра хочу поспать и выдвинемся ранним-ранним утром дальше. Так, поехали, короче, дальше. Ух ты, прикольный этот... Значок теперь. Но он похож на тот, который был у меня до этого. Но немножко все-таки, по-моему, отличается. Итак, собственно, Омск. Есть тут у нас где-нибудь лагерь? Да, имеется лагерь поселенцев где-то внизу. Это ж не бандитский лагерь, нет? Нет, это лагерь обычных людей. Давайте мы тогда не будем пока заезжать в сам Омск, а просто зайдем с вами в... лагерь поселенцев. И посмотрим, что им надо. Омская база дважды подвергалась разорению со стороны бандитских шаек. Но каждый раз омичи заново отстраивали сгоревшие дома, вытаскивали из Омска или выменивали у соседей самое необходимое и продолжали бороться за существование. Хотя и знали, что бандиты однажды вернутся. В первую же минуту разговора я узнал о том, что в местной реке завелся какой-то сверхъестественный монстр, а потом люди начали наперебой жаловаться, что главный Иван Петрович со своим помощником Никитой все никак не могут решить проблему с медикаментами и домашней птицей. Главе поселения. Привет, новенький! Хорошо, что ты пришел. Чем больше мужиков, тем лучше. Такая муть творится. Жители лагеря рассказывают, что видели в реке какую-то огромную подоплавающую зверюгу. Женщины и дети уже истерики закатывают от страха. Нужно выследить это чудовище и по возможности убить. Ты когда-нибудь встречал таких монстров? Нет, раньше не встречал, но я думаю, справлюсь. Ну тогда вперед, иди на охоту. Твою мать, сейчас будет жестко. Ох, твою мать. Никита, здорово. Это самое. Мы хотим завести кур, но у нас тут они не водятся. Куры это редкость. За просто так нам их соседи не отдадут. А меняться нам нечем, поэтому остается только украсть где-нибудь у соседей. Принеси нам несколько живых кур и петухов, и смотри, никому не рассказывай. Шагай, шагай, без кур не возвращайся. Окей. Так, ИР на шины, то есть антирад, как я понимаю, или что это такое? Дальше домашнее вино на свежие кости. Цемент на костюм химзащиты. Офигеть у него, конечно. Он продает костюм химзащиты за цемент. Это капец какое выгодное предложение, но мне сейчас не надо. Я уже нашел сам костюм химзащиты, как бы. За капсюли просто батарейки отдает на халяву. За капсюли! Это за вот эти вот хрени, которые в патроны вставляются, по-моему. То есть гильзы. Ну, оболочка. И кости на халяву, чисто с домашнее вино. За одну бутылку. Двадцать пять костей. Ну, хотя, с другой стороны, кости и сам я могу найти. Конечно, лут у него хороший, но мне из этого ничего не надо. Броня! Это просто пушка! Ой, прошу прощения, да. Нам нужно управляться сейчас чудище, короче, валить. Куры, вот монстр. Голова монстра. А куда нам надо идти-то, я не понял. Подожди. Надо почитать, где это находится, потому что мне не показывает, где находится этот монстр. Говорит, вроде в какой-то реке, да. То есть, возможно, вот здесь вот, на берегу, вот здесь вот, где-то находится он. Так, здоровье. Выживание. Я не уверен, что я смогу его расхреначить, честное слово. Так, я хотел посмотреть по заданиям. Вот монстр. Водоплавящий согласился убить не виду монстра. Ложен поискать около воды. Принести голого монстра лидеру базы. Около воды поискать. Рядом. Окей. Ну вот, как раз оно и есть. А вот, кстати, и есть этот монстр, по-моему, да? Серьезно, можно просто так рыбу собирать на берегу? Это рыси, это дуванчики, это опять рыси. Где это монстр дурацкий? Вот оно, рыба-мутант. Уровень угрозы неизвестный. Погнали. Так, я думаю, против нее эта штука не будет работать. Нам надо что-то помощнее. Обрез можно взять. А хотя ладно, давайте коктейль. Вон эта животина там летит. 500 здоровья. Так, я могу отсюда в нее выстрелить? Да, 100% попадание. По 3 энергии снимает у меня, правда, эта штука. Займем позиции. Сколько она ходит? Раз, два. Замедлен. Дальность перемещения в бою, длительность 2 хода. Эффекты на персонажа. Атака по противобласти, доступной для атаки, один раз за ход. Ага, то есть нельзя двигаться по области, доступной для атаки. Окей, я тебя понял. Ты можешь идти не через болото, чувак? Я надеюсь, он не застрянет в нем. Да, нормально все. Ааа, вот что оно делает, болото. Оно замедляет тебя. Окей, я понял тебя. Игра. Его еще и отравило, офигеть. Так, а ну-ка иди сюда. Так, я не достаю. Не хватает радиуса. Иди сюда, пододвинемся немножечко. И может быть, он еще и в эту хрень наступит. Конец хода. Наступи, давай. Наступай на эту херню. Не хочешь, да? На нахрен. А то разговору-то было. Лошара, блин. Так, и у меня есть, собственно, его тело. А почему у меня 87%? Я что ли так много кожи использовал? Так, снаряжение. Где? Вот, голова монстра. Все зашибись. Двигаем, короче, отдаем... Ээээ... Это... Животное. Направиться к голове? Ну как? Какая-то огромная рыбомутант. Никогда не видел таких. Вот ее голова. Ох ты, епарас, это чудище какое. Как же ты его? Ладно, оставь здесь. Спасибо тебе, мужик. Отменяй от всех моих людей. Скоро вернусь. Все, зашибись. Ой, дружище, послушай, помощь срочно нужна. Из наших окранников бандиты напали. Санька с Владом порезали. У Лешки огнестрел. Лодка, конечно, их вытащит. Она врач опытный. О, людка. Но перевязывать нечем. А там же кровище, сам понимаешь. Вата два дня назад закончилась. Я своих ребят отправил за ней. Но когда-то они еще вернутся. А перевязка сейчас нужна. Выбери... Набери мхам. Его можно вместо ваты прикровать, еще не использовать, пока наши ребята не вернулись. Эээ... С ума сошел, дед? А в живых людей мог совать? Я в этом ничего... Я понял, я мигом. Давай, друг, очень ждем. Сейчас мы еще и это задание выполним с вами. Это вообще изи будет. О, у нас новый уровень. Зашибись. Давай-ка. Так, эээ... Давай я тебя покормлю. Я забыл в городе взять свою еду. Ну, ничего страшного. Возьму попозже. Так, восстановление очков действия, урон от винтовок, прочность оружия. Ну, давайте вот это вот уже. Это реально нужный предмет. Нам его предлагают уже не первый матч. Надо его брать, пока он не исчез. Так, и... Давай сюда варенье. Так, мох, мох, мох. Я разберусь с твоим мхом, но я и подумал, что-то у меня много веса, мало веса. Я забыл, что я не взял вот в красном яре, я оставил свои лутики. Свой лут. И мне нужно еще сейчас с мхом разобраться. Сколько тебе надо мха вообще? 10 штук? Мох, серьезно, так мало? Да изи-бризи, чувак. Я найду это за пару секунд. Так, искать. Далее, далее, далее. Крапива. Ягодки. Вот и мох есть, собственно. 7 штук есть. Далее. Ищем еще мох. Вот и еще мох, как бы. Все, мох есть. Изи-квест. Просто... Изейший. Так, давай сюда. Направиться главе поселения. Да. Вот, спасибо, мужик. Пойду, людки, отнесу. Да узнаю заодно, как там, ребята. Все изи-бризи. Здорово, все нормально. Да, все, мы выполнили все квесты, как я понимаю, у этого чувака. Но еще есть квест у Никиты, как бы, с курицами. Проблема сейчас у меня заключается в том, что у меня почти не осталось бензины. А мне надо вернуться за едой, потому что мне надо чем-то кормить свою псину. Ну, я думаю, мы в Омске найдем нормально так бензыча. Так, где-то здесь я оставил еду. То ли вот в этом месте, то ли чуть выше. Да, вот здесь. Здесь забираем свою жрачку. Так, тряпки я тоже возьму на всякий случай. И... Будем выдвигаться потихоньку в Омск. Так, где бы его лучше начать лутать? С какой стороны? Ой, уже ночь. Давайте вот здесь вот. Ой, я случайно залез в реку. Предлагаю вот здесь организовать лагерь. Причем большой, так как город большой, нам понадобится много дерева. Давай 410 добудем сразу, чисто час на это потратим. Ой, я еще и устал очень сильно. Надо разжечь быстро костер и ложиться спать. Так, а у меня есть по здоровью медикаменты на бодрость. Да. Все, повезло. Не сработал негативный эффект. Давайте мы с вами разожжем... Ой, не разожжем, а соберем еще шалашик. По-быстренькому. И, собственно, будем ложиться спать. Как-то так. Все, дрыхнем до... Нам как раз примерно... Вот как раз примерно до такого времени нам надо дрыхнуть. В принципе. Ну все, в принципе, мы готовы. Почти надо только попить водички. Поесть еды. Во, 8-8-8-8 и 125 энергии. Ну все, нормально. Ну, а продолжим мы уже с вами в следующей серии, потому что у меня уже заряд садится. В следующей серии будем лутать, короче, сам Омск. И постараемся понять, как пройти задание с курами. Кстати, можно прямо сейчас посмотреть насчет кур. Куры, вот. Украсть кур с базой Тюмени. Тюмени, серьезно, чувак? То есть, Тюмень, она же в заднице находится. Разве нет? Так, сейчас мы посмотрим, где Тюмень. Ну, по-моему, она далеко. Да, она вот здесь находится. Ты что, долбанулся? Я сюда не пойду пока что. Ладно. Но мы будем... Если мы будем возвращаться обратно по каким-то там основным заданиям, либо же по косвенным заданиям, то мы будем, естественно, заходить с вами и выполнять квесты, которые мы набрали. То есть, мы не будем прямо так вот это чисто только в один квест идти. И мы будем по возможности пытаться что-то делать вокруг. Но мы не будем, допустим, идти, знаете, через 5 километров в одну сторону, потом 10 километров в другую, потом 15 обратно и так далее. Делать только чисто, чтобы выполнить какой-то дополнительный квест, за который дается сомнительная награда, которой мы даже не можем, ну, предопределить, что это будет за награда. То есть, как бы, стоит это того или нет. При этом мы ходим постоянно по дорогам и истощаем запас бензина, который на карте расположен, как бы, и все дела. Ну, ладно, все, что-то я разговаривался. На этом я точно уже буду заканчивать. А вам огромное спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи. До скорых встреч. Мы еще увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...